Даже бойня был ошеломлен, потому что этот человек действительно мог стереть свой орден. Внезапно он положил руку на землю, наклонившись влево. Из тени появились многочисленные шипы. Лязг. Стекло разбилось, и комната начала рушиться. Шипы были настолько огромными, что вип-комната выглядела как морской еж. Два эксперта мифического ранга даже вышли из комнаты, чтобы избежать шипов, показав себя публике. Что? Этот парень остановил силу слотера. Он даже сопротивлялся до такой степени, что бойня ничего не могла сделать. У всех перехватило дыхание, когда они поняли, что в этой комнате есть кто-то, кто сильнее слотера. Когда они думали, что никто не сможет получить этот камень с бойни, Тя разрушил все ожидания. 042. Ранее сомневавшаяся в Тя уронила челюсть на землю. Даже она не знала, что Тя, маленький эксперт высшего ранга, обладал такой силой. Это правда, что Тя обладал силой эксперта мифического ранга, но бойня отличалась от обычного эксперта мифического ранга. Это показало, что сила Тя уже была выше обычного эксперта мифического ранга, и прямо сейчас он все еще был на высшем ранге. Тем временем Ри, Феликс и Ри нахмурили брови, чувствуя себя странно из-за этой силы. Сила Тя сильно отличалась от этой. Хотя Тя однажды использовал его не так давно, они поняли, что это не сила Тя. Тень. Ри задумалась, как он может внезапно владеть теневой способностью. Это странно. Отец знает что-нибудь об этом? Нет, я так не думаю. Я должен обсудить это с отцом. Его защита, Хэм. Ри на мгновение посмотрел на Тя, прежде чем понял, что Тя обладал подавляющей силой атаки. Чего ему не хватало, так это щита, который мог бы защитить его, несмотря ни на что. Он сжал кулаки, будто крепче сжимал щиты. Я обещаю, что стану твоим крепким щитом. Ну, подкрепление, которое сильнее всех, ага. Феликс задумался. Он знал, что это не сила Тя, учитывая, что Тя никогда раньше не показывал ничего подобного. В то же время эта сила напомнила ему некую фигуру. Она была монстром, которого Тя встретил, спасая людей из Аргелии. Итак, монстр королевского класса, это подкрепление. Если это так, то я не думаю, что нам нужно кого-то еще бояться. Феликс удовлетворенно кивнул, полагая, что все в порядке. Как и ожидалось от него, подумать только, что он пригласит сюда монстра королевского класса. Хотя единственным риском была его связь с монстром. Есть шанс, что люди подумают, что он предал человечество и перешел на сторону монстра. Что ж, он тоже должен был подумать об этом, сволочь. Их шок был подавлен над треснутым голосом из Бойни. Шипы превратились в кровь и исчезли. После этого слотер подошел к краю комнаты, показывая себя. У него были колючие белые волосы с кроваво-красными глазами. Он похудел, как будто давно не ел. Его цвет лица был бледным, но его тело излучало мощную ауру. Он не остановился на достигнутом. Магическая сила красного цвета начала вытекать из его тела, когда он посмотрел на VIP-комнату Тя. Значит, слухи верны. Бойня тренировался до абсолютного предела, что его магическая сила начинает менять цвет на кроваво-красный, вот так, как будто он испускает кровавый туман из своего тела. Это сила Бойни. Они боялись его, потому что кроваво-красная магическая сила обозначала его положение. Большинство людей в этом месте никогда не видели другого цвета магической силы. Хотя они и слышали об этом, информация была лишь чем-то похожим на абсолютную власть. Говорят, что Бойня убил так много людей, что его магическая сила исходила из крови людей, которых он убил. Вот почему его магическая сила была кроваво-красного цвета. Он страшный. Все говорили о его силе, особенно о магической силе. Кто ты? Закричал Слатер. Тя заговорил немедленно, но это было адресовано не ему. На самом деле Тя даже проигнорировал его и сказал эксперту на сцене. Я сделал свою ставку. Если вы не продолжите, есть ли у меня вообще причина оставаться здесь? А мужчина средних лет, хотя и был напуган, все же кричал. 100 миллиардов один раз, дважды. Прежде чем он закончил, Слатер выкрикнул. 101 миллиард. Ставка была просто средством продлить продолжительность аукциона. Тем временем Бойня сформировал копье из крови и выстрелил в него. Это копье отличалось от пальмы тем, что обладало необычайной пронзающей силой. Внезапно тень людей на первом этаже поднялась и слилась воедино, превратившись в еще одно копье. Оба наконечника столкнулись друг с другом, вызвав мощную ударную волну. Тень, наши тени. Люди были сбиты с толку, потому что их тени слились и превратились в копье. Но Тео проигнорировал их и небрежно сказал. 110 миллиардов. Ты сквозь зубы стиснул Бойня. Когда он собирался поднять ставку, чтобы сразиться с этим человеком, эксперт мифического ранга из его комнаты остановил его и прошептал. Пожалуйста, остановитесь прямо сейчас, сэр. Есть шанс, что другая сторона пытается спровоцировать вас на ставку больше. Даже если ему как-то удастся потом сбежать, он сможет заставить вас переплатить. Вместо того, чтобы позволять ему играть с нами так, как он хотел, мы должны остановиться и позволить ему купить камень. После этого мы начнем готовить планы, чтобы украсть его у него. Таким образом, ты будешь смеяться последним. Тело слотера вздрогнуло, прежде чем фыркнуть. Хэм. У тебя будет жестокая смерть. 110 миллиардов. Будет один раз. Будет дважды. Будет трижды. Продано. Весь зал был потрясен тем, что загадочному человеку действительно удалось победить Бойню. В одной из VIP-комнат молодой человек посмотрел на Бойню, прежде чем ухмыльнуться. Понятно. Это интересно. Кто-то, кто может победить Бойню, а... Но Бойня тоже не использовал всю свою силу. Это интересно. Очень интересно. Мы подтвердили оплату. Получив деньги, эксперт мифического ранга средних лет со сцены кивнул, передав им камень и кольца. Он поспешно ушел, как только совсем разобрался, не желая ввязываться в кровавую драку, которая вскоре должна была произойти. Уже есть много людей, которые покидают это место, не желая быть пойманными в драке. В то же время они не собирались уходить так далеко, потому что это был идеальный шанс увидеть бой на таком уровне. Я полагаю, мы сейчас уходим? Спросил 042 Тя, передавая два предмета. Тя на мгновение осмотрел их и убедился, что энергия осталась прежней. После этого он спрятал кольца в карман, а камень положил в сумку. Рю, позаботься об этом, хорошо? Тя передал сумку Ре, который на самом деле не хотел вступать в драку. Понял. Ре кивнул с серьезным выражением лица. Тя наконец встал, прежде чем щелкнуть пальцем. Внезапно его тело начало излучать огромное количество магической силы, как у эксперта мифического ранга. Это 042 холодно вздохнул, потому что на этот раз Тя действительно выглядел как эксперт мифического ранга. Сначала Тя не хотел никого приводить сюда, но понял, что ситуация слишком опасная. Он не был опрометчивым, поэтому хотел быть в максимальной безопасности. Для этого и была создана эта группа. Ну, а у тебя нет проблем с передвижением на большой скорости? Спросил Тя 042 Ири, одетых в платье. Я в порядке. Платье короткое, так что оно не будет стеснять моих движений. Ри кивнула с серьезным выражением лица. 042 слегка разорвал ее юбку и щелкнул каблуками, прежде чем сказать. Готово. Хорошо. Тогда пошли. Что вы можете для нас сделать? 042. Леди Майя ожидала такого рода проблем, поэтому она попросила меня помочь вам. Я призыватель. У меня есть несколько душ монстров мифического ранга, которыми я могу управлять, чтобы остановить их, по крайней мере, на несколько минут. Хороший. Затем Тя вышел вперед, выходя из комнаты. Из-за ситуации Ри оказался впереди. Феликс остался позади, держа руку на мече. Тем временем две дамы шли рядом с Тя, как будто Тя выставлял на показ свой статус. Тем не менее, как только они ушли, их встретили любопытные взгляды прохожих. К счастью, было не так много людей, которые осмелились схватить камни, учитывая, что Тя обладал способностью бороться против бойни. Тем не менее, основные влияния, которые имели возможности намерения сделать это, нигде не были видны. Было ясно, что они устроили какую-то засаду после того, как Тя был немного дальше от города. Конечно, их не волновало, что в конце концов они сразятся внутри города. Но Тя не хотел доставлять столько хлопот, поэтому повел свою группу прямо в лес недалеко от аукционного дома. Вскоре Тя почувствовал все больше и больше присутствия. Его осознание было близко к последнему этапу, поэтому он мог найти их быстрее, чем кто-либо другой в группе. Тринадцать человек тихо пробормотал Тя, сохраняя спокойное выражение лица. Тринадцать человек четыреста двадцать нахмурился, так как число не совпало, как другой блок. Спросил Тяри, оглядываясь по сторонам. Они здесь. Итак, предположим, что трое из этих тринадцать человек являются союзниками, тогда нет, подожди, есть еще одно присутствие. Но оно так далеко, и присутствие слабое. Тя внезапно обернулся и поднял глаза, глядя на небольшой холм в полумиле от них. Феликс. Боюсь, это она. Феликс кивнул. Между тем, человек, о котором идет речь, ахнул и даже спрятался за дерево, когда почувствовал взгляд Тя. Даже в темноте она без проблем наблюдала за их передвижениями, так что было ясно, что Тя нашел ее. Серьезно? Он мог бы найти меня с такого расстояния? Мое присутствие уже слабое, и этого расстояния должно быть достаточно, чтобы спрятаться от всех людей, которых я видел до сих пор, но он действительно нашел меня. Женщина втянула холодный воздух. Она не знала, что Тя видел ее силу своими глазами реальности. В той реальности противника прометчиво бросился на него, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как открыть огонь. Рассчитав угол и сфокусировав свое осознание в этом направлении, он с трудом нашел ее. Он тот человек, на которого Феликс работал прямо сейчас. Феликс сумасшедший в работе по убийству, но из-за его семейного положения он отказался от своего статуса убийцы ранга. И скажется, что человек, на которого он работает, такой же монстр, как и он. Женщина тихо пробормотала, оценивая ситуацию, как угодно. Моя работа проста. Я куплю им несколько минут, чтобы они могли сбежать. Она успокоила свое сердце, прежде чем выйти из своего укрытия и поднять левую руку. Жест ее руки выглядел так, как будто она держала лук, но в нем не было ничего. В то же время ее правая рука двинулась к спине, как будто вытаскивая стрелу из колчана. Однако, как и с другой стороны, у нее не было оборудования. Она сделала жест, натянув лук и прицелившись в группу. Если бы это увидел обычный человек, она выглядела бы как актриса, увлеченная своим выступлением. Но если бы здесь был эксперт высшего или мифического ранга, он бы увидел огромное количество магической силы, сконцентрированной в обеих руках, образуя лук и стрелу. Тем временем Тиа, наконец, снова начал двигаться, прежде чем он почувствовал, что все люди вокруг него приближаются к точке, в которой они себя показали. Перед ними стояли трое, а остальные собрались у него за спиной. Стой, отдай камень, и мы тебя отпустим. Эксперт мифического ранга перед ними закричал, прежде чем взглянуть на другого, который хотел получить часть того, что сказал Тиа. Брат, ты думаешь, что сможешь сражаться со всеми этими экспертами мифического ранга? Кажется, они объединились в обмен на разделение награды, сказал Ри, взглянув на экспертов мифического ранга. Затем она нашла группу, которая моргнула четыре раза, как только их взгляды пересеклись. Мы должны прорваться здесь нет. Давайте убьем кого-нибудь, чтобы облегчить себе жизнь. Голостя эхом отдавался в ушах у всех. Позаботься об остальных. Я постараюсь убить этих троих как можно скорее. Сволочь. Парень стиснул зубы и закричал. Раз ты не хочешь жить, я сейчас же отправлю тебя к твоему создателю. Атакуй. Первой двинулась группа, подавшая сигнал Ри. Как только они услышали команду, они развернулись и ударили группу рядом с собой. Как и следовало ожидать от экспертов мифического ранга, им удалось заблокировать свои атаки, но замешательство было посеяно. Поскольку Тиа хотел взять троих из них, а остальные трое дезертировали, остановив еще троих, осталось только четыре цели. Защити их. Я иду. Феликс похлопал Ри по плечу, прежде чем прыгнуть к оставшимся четырем экспертам мифического ранга. Его клинок сиял, словно отражая лунный свет. А вот и он. Один из них шагнул вперед и блокировал атаку Феликса своим щитом, в то время как другой крутился вокруг. Один из них напал на Феликса, а двое других направились прямо к группе Тиа. Куда, по-твоему, ты идешь? Глаза Феликса начали излучать убийственное намерение, когда он развернулся, уклоняясь от атаки, направляясь к двум парням, которые хотели навредить его народу. Останавливаться. Ри внезапно закричал, подняв вперед щит размером с него, как будто он готовился остановить двух парней. Однако его внимание было сосредоточено на другом. С неба к ним приближались три огня. Когда он присмотрелся, то увидел огонь, молнию и свет. Комбинации трех из них должно быть достаточно для огромного взрыва, который затронет все поле боя. Великая стена. Щит Ри сиял, прежде чем образовалась огромная стена, отделяющая их от остальных людей. Тем не менее, Феликс должен был быть посреди взрывов, так что он не знал, что делать. Когда три атаки приближались все ближе и ближе к точке, их свет начал освещать местность, они взорвались один за другим. Бум, бум, бум. Все они расширили глаза, так как ничего не могли видеть до того, как взорвались атаки. Феликс улыбнулся, зная, что это работа его друга. Он, не колеблясь, догнал двух врагов и атаковал их. Я помогу тебе. Крикнул 042, прежде чем поднять обе руки. Селксон, Мелксон. Из ниоткуда появились два оборотня, воющие на луну. Их глаза налились кровью, когда они побежали к Феликсу, пытаясь помочь ему удержать двух других, чтобы он мог сосредоточиться на них. Феликс оценил этот жест и тут же активизировал свою игру. Он несколько раз развернулся, как будто танцевал, нанося точные и смертоносные удары в быстрой последовательности. Что случилось с ним? Два эксперта стиснули зубы. Они чувствовали себя ошеломленными атакой Феликса. Если бы они вместе его не остановили, Феликс уже бы зарезал одного из них. Тем не менее, эта ситуация не продлится долго, поэтому они действительно надеялись на подкрепление. Тем временем Теа прыгнул вперед, столкнувшись с тремя экспертами мифического ранга. Единственным взмахом его руки тень этих трех человек поднялась с земли и превратилась в цепи, кружащиеся вокруг них. Без колебаний эти трое бросились вперед, пытаясь убежать от собственных теней. Однако это было невозможно, потому что эта тень не была усилена силой святого кулака, поэтому у нее все еще было свойство базовой тени. Цепи следовали за ними и собирались схватить их. Однако человек в центре взревел, выпустив огромную искру молнии, которая погасила все вокруг него. В отличие от солдат ранее, эти ребята были готовы к бою, поэтому успели среагировать на эти цепи. Искра молнии сжигала цепи, будь то на нем или на его товарищах по команде. Что касается двух его товарищей по команде, воин-волшебник воспользовался этим шансом, чтобы приблизиться к Тя, вонзая свое копье. Синий свет в его копье расширился и превратился в голову дракона из воды. Голова дракона открыла пасти, попыталась проглотить Тя, прежде чем цепи успели схватить их. Тя сформировала огромную дрель из собственной тени и начал крутить ее, как настоящую дрель, кромсая дракона. Тем временем другой эксперт мифического ранга подошел к нему сбоку с двумя кинжалами, чтобы убить его. Тя поднял руку, когда рядом с ним появилась еще одна теневая дрель, отпугивающая убийцу. В итоге они перегруппировались, дав Тя возможность атаковать их. К сожалению, его шанс был прерван самым громким парнем на аукционе. Рев львиный рык разнесся по полю боя, а небо засияло золотым светом. Было так ярко, что им показалось, что солнце зашло. Этот камень мой, никто не отнимет его у меня. Громко заявил завоеватель, направляя всю эту золотую молнию в свой правый кулак. Кулак завоевателя Тя сузил глаза, глядя на своих товарищей по команде. В конце концов, он отпрыгнул назад, чтобы перегруппироваться, создавая барьер для их защиты. Однако кулак завоевателя оказался намного сильнее, чем кто-либо ожидал. В тот момент, когда он коснулся земли, вся область радиусом более 100 футов превратилась в кратер. Камни также вышли как шипы. Эти шипы двинулись к Тя и его группе. К счастью, Тя удалось создать барьер для защиты группы с помощью своей магической силы. Но вызов еще не закончился, потому что по земле текла кровь в форме красного полумесяца. Тя повернулся и образовал меч со своей тенью. Затем этот меч выпустил энергию аналогичной формы в сторону волны крови. Их столкновение вызвало огромный взрыв, состоящий из двух цветов, черного и красного. Тя сузил глаза, понимая, что упустил шанс убить этих трех экспертов мифического ранга. Нет, эти двое не хотели, чтобы он их убивал, потому что они все еще могли им пригодиться. Я уже говорил тебе раньше, ты умрешь ужасной смертью. Слатер уставился на Тя. Фу. Тя глубоко вздохнул, сосредоточившись на битве, поскольку битва только что перешла на другой уровень и он будет в порядке. Его противники – опасные люди, подумал Ри, вспоминая о важности людей их уровня. Даже ее отец утверждал, что они опасны. На самом деле, именно по этой причине Тя получила кучу комментариев от ее отца, когда он представил этот план. Однако Тя приготовился сражаться с ними, особенно со Слатером. Вы все идите к остальным. Мы разберемся с этим юнцом, который не знает уважения. Завоеватель крикнул трем экспертам, сражавшимся с Тя ранее. Решение Тя показать свою силу против Резни теперь обернулось против него самого. Если Тя решит украсть его у них, он может устроить против него засаду, используя этих людей. Но из-за его превосходства на аукционе люди решили объединиться, чтобы устранить самую большую угрозу. После этого они могли драться между собой за камень. Другими словами, его превосходство заставило остальных напасть на него. По этой же причине Тя обычно позволял другим добиться превосходства первым. К сожалению, у него был свой принцип, чтобы выиграть войну торгов. Следовательно, ему нужно было решить проблему, которую он создал. И этим решением был никто иной, как Феликс. Да, враги задавили бы их своим числом, если бы Тя не поставил свою главную карту на необычайную силу Феликса. Крик потряс каждого человека на поле боя, когда они обернулись и увидели, что Феликс сразил двух своих врагов. Что? Они были сбиты с толку внезапной ситуацией. Однако это был шанс для контратаки. Тя указал на группу, посланную святым мечом. Ничего не говоря, другая группа поняла намерение Тя, так как они получили свои инструкции раньше. Жест Тиа был переведен как «Позаботьтесь об этих трех людях, насколько это возможно, и бегите. Вам незачем рисковать своей жизнью в этом месте», говорят они. И Святой Меча сказал им доверять словам Тиа, какими бы абсурдными они ни были. Таким образом, японская команда поспешно утащила своих противников с поля боя. Тем временем друг Феликса выстрелил в трех приближающихся экспертов, не дав им добраться до Феликса. В то же время она позаботилась о приближающихся залпах атак, которые могли нарушить поле боя. Тиа мог ясно видеть ее мощные способности, поэтому он крикнул Феликсу. Убей этих двух мужчин, и мы убежим отсюда. Как ты думаешь, ты сможешь сбежать из этого места? Завоеватель взревел, махнув рукой. Поклонись мне, победителю. Тиа почувствовал над собой непреодолимое давление, пытаясь заставить его встать на колени. Пока его ограничивали, бойня взмахнул обеими руками, создав кровавые копья и выстрелив им в Тиа. Разница между экспертом высшего ранга и экспертом мифического ранга была огромной. Однако король Ти не отдал часть ее силы. Это раздражает. Тиа щелкнул языком и поднял левую руку. Тини людей контролировались Тиа и поднимались в воздух. Вместо того, чтобы блокировать копье бойни, Тиа использовал свой блинг, чтобы появиться позади завоевателя. Завоеватели бойня расширили глаза, потому что были уверены, что дело не в скорости Тиа, а в способности элемента пространства. Телепортация. Завоеватель в шоке расширил глаза и повернулся, пытаясь заблокировать то, что Тиа приготовил для него. Однако бойня увидел, что Тиа приземлился в тени завоевателя и закричал. Нет, он может телепортироваться в тени людей. Спасибо за недоразумение. Подумал Тиа, взмахнув теневым мечом, выпустив черную волну. Хаа. Завоеватель накрыл свою руку золотой энергией, поймав эту черную волну. Тем не менее, сила монстра королевского класса была чем-то таким, что не такие, как он, не могли легко поймать. Его тело было отодвинуто назад, давая Тиа возможность сосредоточиться на бойне. Тень бойни поднялась и закружилась вокруг него, чтобы ограничить его. Удивительно, но Слатер даже позволил поймать себя. Ты меня не поймал. Бойня рассмеялся, выпуская красную магическую силу из своего тела. В одно мгновение тень превратилась в кроваво-красную, прежде чем упасть, как настоящая кровь. В этом разница между нами. Слатер ухмыльнулся. Однако Тиа тоже показал что-то такое, что закрыло ему рот. Магическая сила черного цвета вышла из его тела, когда тело Тиа было покрыто его собственной тенью. Это. Феликс потрясенно взглянул на Тиа. Даже Рия подумала, разве отец не любит, когда становится серьезным, как и бойня. Он достиг уровня, когда его магическая сила зависит от его собственной силы, подумал Ри. Это было довольно невежественно, но Святой Меча никогда не объяснял ей свою силу. Итак, она не обращала внимания на этот уровень силы. Она знала только, что Тиа преодолел определенный порог. Значит, у тебя тоже есть. У бойни были некоторые подозрения, когда Тиа сможет сравниться с его способностями, но теперь он подтвердил это. С другой стороны, завоеватель скрипел зубами, поскольку он был единственным, кто не достиг этого уровня. Сволочь. Он закричал в гневе, пытаясь бороться с Тиа. Поскольку он не мог вспомнить имя Тиа в рейтинге, он думал, что бойня сильнее Тиа. Значит, у него был шанс победить Тиа. К несчастью для него, Тиа никогда не помещал его в глаза. Как только он подошел к нему, Тиа поднял свой меч и рубанул вниз. Внезапно завоеватель прыгнул в сторону, когда возникла мощная ударная волна и раздавила землю. Завоеватель признал эту силу. Это был идеальный контроль. Однако он также освоил один аспект и был близок к освоению другого. Он овладел стойкостью среди пяти аспектов. Следовательно, на этот раз он без страха бросился вперед к Тиа после подтверждения силы Тиа. Это было не на том уровне, чтобы он мог причинить ему вред, поэтому ему просто нужно было держаться на расстоянии, прежде чем убить Тиа. С другой стороны, Слатер все это время был слишком тихим. Вплоть до того, что он начал опасаться его присутствия. Был шанс, что у Резни был другой план, чтобы разрушить поле битвы. К несчастью для него, случилось то, чего он боялся больше всего. Бойня взмахнул рукой, посылая кровь в форме полумесяца в сторону Ри и остальных. Ри развернулся и поставил щит впереди, готовясь воспользоваться этим преимуществом. Бумах. Ри в шоке расширил глаза, потому что не почувствовал удара. Вскоре он увидел, как Тиа блокирует для них эту силу. Ваш щит превратится в кровь, если вы заблокируете его и лишите себя жизни, сказал Тиа. Ри много работал во время этого боя. Даже Феликс не мог справиться со всеми атаками, если они были направлены на группу, так что Ри принял их все. Однако эта атака была на другом уровне по сравнению с другими атаками. Атака, наполненная порядком. Хотя он мог легко использовать свою силу, чтобы удалить его, он не хотел слишком сильно использовать свой собственный орден, чтобы его не заподозрили в наличии двух орденов. Когда это произойдет, он столкнется с еще большими проблемами. Не нужно заботиться о них. Я буду тем, кто разберется с этими двумя людьми. Тиа выпустил всю черную магическую силу из своего тела. Очень сложно сражаться, не используя собственную силу. И я могу использовать только три способности короля теней. Что касается Феликса, кажется, ему нужно еще три минуты, чтобы устранить двух других людей. Он их защищает. В таком случае сосредоточьтесь на них, а не на нем. После того, как его группа рассыплется, мы можем начать окружать его, сказал завоеватель, оценивая их положение. Действительно. Слатер взволнованно ухмыльнулся. Тем не менее, эти двое сражались медленно. Возможно, это было связано с их уверенностью в том, что они смогут победить их или с чем-то еще. Но для Тиа это была возможность выиграть еще немного времени. Ну, мой первоначальный план не состоял в том, чтобы сражаться с ними. Я всего лишь хотел сбежать, так что... Тиа поднял обе руки и посмотрел на лес недалеко от них. Ему очень хотелось пойти туда прямо сейчас, потому что деревья отбрасывали много теней. Когда они достигли этого места, он был уверен, что убежит. Конечно, Тиа мог использовать тени трав в этой области, но это был не его орден. Итак, его контроль был небрежным. Он никак не мог использовать тень такого размера. Тень, ха. Какую иллюзию я могу использовать с тенью? У Тиа возникла другая мысль. Прежде чем он увидел, как двое приближаются к нему, бойня взмахнул рукой и забрызгал кровью вокруг себя. Прежде чем коснуться земли, кровь превратилась в летучих мышей, которые разлетелись в разные стороны. В то же время завоеватель рванулся вперед, создавая сокрушительное давление. Тиа даже почувствовал, что у этой ударной волны была аура господства, которая хотела, чтобы все преклонили колени перед ней. Он близок к получению ордена. Подумал Тиа. В то же время у Слатера была мысль о Тиа. У него есть орден с самого раннего возраста. Однако он еще не так хорош. Это шанс убить его. Тиа топнул по земле, направив собственную тень и расширив ее в стену, которая разделила ударную волну. Однако это означало, что никто не мог догнать кровавых летучих мышей. Соси их всех, мои летучие мыши. Слатер невольно расхохотался. К несчастью для него, если он хотел сразиться с Тиа, ему не следовало сражаться цифрами или чем-то летающим. В конце концов, тени, которые создавали летучие мыши, были длиннее, когда они летали. Не в моих часах. Тиа хлопнул в ладоши, когда тени летучих мышей превратились в длинные шипы. Все летучие мыши были разорваны на куски. Или ты так думаешь? Улыбка Слатера стала еще шире, поскольку летучие мыши были лишь отвлечением. Настоящей атакой была кровь с другой стороны. Феликс убил двух человек и ранил еще двоих, так что их кровь идеально подходила для использования в качестве оружия. Кровь поднялась с другой стороны, образуя гигантскую летучую мышь. Тиа мог видеть это своим осознанием. Даже если он не повернулся, он знал, какая форма и сила у летучей мыши. Вместо того, чтобы повернуться, чтобы показать свою слабость, Тиа взмахнул теневым мечом, послав новую черную волну. Слатер покрыл свои руки красной энергией, когда поймал эту черную волну. Это было столкновение двух орденов. Орден крови превратил черную волну в кровь. В то же время черная волна слегка взлетела вверх, породив еще одну тень, разъедавшую Орден крови. Тем не менее, у черной волны не было ни ограниченного запаса энергии и порядка, так как Тиа был далеко от его атаки. В конце концов, Слатеру удалось превратить всю энергию в кровь, нейтрализовав нападение. Это не ино. Поскольку Слатер хотел сказать Тиа, что он еще не на его уровне, он потерял контакт со своим кровавым оружием на другой стороне. Подняв зрение, он понял, что Тиа использовал черную волну, чтобы закрыть глаза, чтобы он мог использовать это время, чтобы нейтрализовать свою силу. К сожалению, это дорого обошлось и Тиа. Поскольку он сосредоточил свое внимание на этих двоих, щит перед ним стал слабым. Разбей кулак завоевателя. Завоеватель воспользовался этой возможностью, чтобы пробить стену, воспользовавшись стеной как слепой зоной Тиа. Теперь ты умрешь, кто бы ты ни был. Я скоро прославлюсь. Завоеватель ухмыльнулся, направляя кулак в сторону Тиа. Или ты так думаешь, ухмыльнулся Тиа, наклонив свое тело назад, словно собирался упасть на землю. Его нога двинулась вверх, как будто он хотел ударить завоевателя по яйцам. Нет, я не в твоем. Завоевателю показалось, что ступня Тиа недостаточно длинна, чтобы дотянуться до него, но он увидел, как тень удлинила его ступню, создав перед ней длинный клинок. Завоеватель отпрыгнул в сторону, избегая этой атаки. Однако атака Тиа была направлена не только на него. Этот клинок послал еще одну черную волну в сторону слотера. Цико. Бойня использовал свою силу, чтобы снова превратить черную волну в кровь. Тиа не остановил свою атаку здесь. Он пригнулся, прежде чем они оба смогли подняться со своих позиций. После этого он послал горизонтальную волну меча, заставив их обоих подпрыгнуть в воздух. Нехорошо. Завоеватель первым отреагировал, подбросив свое тело в воздух рукой. К несчастью для него, теперь, когда он был в воздухе, он не мог избежать атаки Тиа. Завоеватель мог видеть ботинок Тиа прямо перед глазами. Сила 3931. Тиа ухмыльнулся, когда он использовал свой настоящий орден и пнул завоевателя. Бам-бам. Завоевателю удалось поднять руки, чтобы заблокировать этот удар в последнюю минуту, но он, конечно же, почувствовал необычайную силу этого удара. Что это? Завоеватель стиснул зубы, чувствуя, как ломается его кость, несмотря на то, что он овладел выносливостью. Тело завоевателя полетело к бойне и в итоге врезалось в него. Гах. Оба отлетели на несколько метров. Аркх. Завоеватель поднялся с земли, но не смог поднять руки. Обе кости на его руках были сломаны только от этой силы. Это правда, что Тиа не использовал энергетический взрыв или повышенную способность сосредоточения, чтобы усилить свою атаку, но сила, близкая к 4000 единицам, была совсем необычной. Если бы это был нормальный человек, этот удар продолжился бы в его сердце и убил бы обычного эксперта мифического ранга. Тем не менее, невероятная выносливость завоевателя, а также его скорость реакции каким-то образом сумели поймать этот удар только сломанными костями. С другой стороны, слотер также чувствовал себя так, будто его сбил грузовик, поскольку тело завоевателя было действительно таким твердым. Тем не менее, Тиа тоже был не в лучшем состоянии. Хотя способность длилась всего 2 секунды, Тиа все еще чувствовал себя истощенным. Я могу использовать эту силу только 5 секунд, а 2 секунды я потратил впустую. А теперь мои ноги болят, потому что сила развила мои мышцы до предела за 2 секунды. Это было похоже на то, что я испытал, сражаясь с алчностью. Тем не менее, я могу терпеть боль. Это не проблема. Мышца тоже не порвана. Тиа оценил свое состояние, прежде чем посмотреть на завоевателя и бойню. Казалось, выносливость завоевателя сможет склеить эти сломанные кости за несколько минут. Между тем, у бойни все еще были способности сражаться. Ну, я не думаю, что смогу больше использовать свой приказ реальности, так как бойня, кажется, может подобрать другой приказ. Тиа сжал кулаки. Теперь, когда завоеватель исчез из поля зрения, он должен использовать этот шанс, чтобы сбежать. Я думаю, что моему телу нужно 5 минут, чтобы восстановить сломанные кости. Я не могу сражаться в течение этого времени, чтобы максимизировать эффективность исцеления, сказал завоеватель бойня. Вот как в таком случае бойня, стоявшая позади него, внезапно пронзила сердце завоевателя со спины. Что? Завоеватель сплюнул полный рот крови и посмотрел вниз, обнаружив окровавленную руку бойни. Ты. Завоеватель повернул голову, но прежде чем он успел что-либо сказать, бойня выдернула его руку и по пути раздавила ему сердце, убив его. Ты теперь бесполезен. Бойня ухмыльнулся, глядя на Тиа. Я не знаю, кто ты, но ты должен сдаться. Только так ты сможешь сохранить свою жизнь. Убивать своих сотрудников? Думаешь, я присоединюсь к такому человеку? Тиа нахмурился. Он уже бесполезен. Даже люди, которых он привел, ничего не могли сделать. Бойня фыркнул, глядя на оставшихся двух человек, которых убил Феликс. Оказалось, что эти четверо были войском завоевателя. Теперь, когда Феликс убил этих четырех экспертов, у них появилась возможность вырваться из этой ситуации. И Тиа планировал это сделать. Тем не менее, вскоре он заметил множество присутствовавших в этом районе, которые приближались к ним с большой скоростью. Мы переезжаем. Поспешно закричал Тиа, сообщая об этом своей группе. К несчастью для них, прежде чем они успели покинуть это место, их окружили 10 экспертов мифического ранга. Это моя территория. Ты не сможешь сбежать отсюда живым. Слатер ухмыльнулся, глядя на него сверху вниз. Он даже был благодарен другим экспертам, которые истощили силы Тиа. Феликс немедленно вернулся к группе, спрашивая, что нам теперь делать. Мои друзья все еще сдерживали этих троих, но таких человек 10. Тиа огляделся. Даже Феликсу было бы трудно сражаться с пятью из них, поскольку он был самым сильным днем, когда солнце было в самом разгаре. А 042 смог сдержать только двух экспертов. Оставалось еще четыре эксперта, о которых Рё должен был позаботиться, поскольку Тиа нужно было сосредоточиться на бойне. К сожалению, японская команда ушла, чтобы позаботиться о трех экспертах мифического ранга. Они ни за что не вернутся сюда и не помогут им. Другими словами, группе Тиа нужно было справиться со всеми этими людьми самостоятельно. Это действительно удивительно. Подумать только, что ты подготовил своих людей в этом месте. Тиа сузил глаза. Я уже говорил тебе, что это моя территория. Слатер ухмыльнулся. Сдавайся, и я позволю тебе сохранить свою жизнь. Конечно, после этого ты будешь моим кровным рабом. Не нужно подчеркивать свою территорию. Похоже, что не все эксперты мифического ранга здесь ваши. Значит, есть еще один сотрудник. Тиа огляделся и заметил, что некоторые из них были иностранцами. Было ясно, что весь план был организован этим скрытым вдохновителем. Кто вдохновитель? Думал Тиа, изучая людей своими глазами реальности. К сожалению, он мог видеть только настоящее, а не будущее. Иначе он бы уже нашел виновного. В настоящем никто не казался настолько глупым, чтобы что-то сказать. Я даю вам 10 секунд. Если я не получу ваш ответ к тому времени, я уничтожу вашу группу. 10. Бойня начала отсчет, когда Тиа глубоко вздохнул и повернул голову к остальным. Извините, ребята. Когда Слатер услышал это заявление, он был взволнован, потому что мог контролировать Тиа. Однако Тиа поднял ногу прежде, чем они успели ответить. Бойня вспомнил пинок, сокрушивший завоевателя, поэтому закричал. Нехорошо. Атакуйте его. Они поспешно бросились к группе, но Тиа ухмыльнулся, махая руками. Теперь, когда эти люди были достаточно близко, он контролировал их тени и превращал их в лезвия, нацеленные на их жизни. Все эксперты мифического ранга расширили глаза и поспешно отпрыгнули в сторону, чтобы избежать этой атаки. Тиа воспользовался этим шансом, чтобы сформировать полусферу, чтобы прикрыть свою группу. Ха. Бойня послал свою кровь, чтобы рассеять черную сферу. Однако было слишком поздно. Тиа и его группа исчезли. Бойня помнила способность Тиа к телепортации. Тень – место, где много теней. Бойня поспешно обернулся и увидел Тиа и его группу, появившуюся рядом с лесом. «Думаешь, я могу использовать только большие тени?» Тиа высунул язык, прежде чем добавить про себя. «Ты чертовски прав». Но Бойня не понял его и подумал. Он телепортировался в травяную тень и унес всю свою команду. Вся команда погналась за Тиа, так как не могла позволить ему уйти с камнем. Тиа оглянулся на бегу. Учитывая расстояние, которое у них было прямо сейчас, было ясно, что враги не смогут догнать его, пока он не доберется до леса. Однако в его голове возник вопрос. Поскольку у другой стороны был орден, они должны знать больше о четырех печатях. Он задавался вопросом, почему Бойня еще не использовала его печать смерти. Если он пометит его, то сможет узнать его местонахождение, пока находится рядом с ним. После этого Тиа никак не мог легко сбежать. И эта ситуация не была похожа на ту, когда Тиа встретил жнеца смерти или когда Святой Мороз сражался со Святым Кулаком. Он мог понять, почему ни один из них не поставил свою печать смерти. Ах, я почти забыл, что вы могли чувствовать этого человека только на своей территории. Я предполагаю, что он не ставит свою печать завета в этом месте. Есть еще кое-что, что я могу узнать об орденах. Тиа увидел приближающуюся кровавую летучую мышь и сформировал щит из тени, блокируя летучую мышь. Быстрее, гонись за ними. Бойня продолжал кричать, но безрезультатно. Тиа подбирался все ближе и ближе к лесу, прежде чем вдруг махнул рукой, словно пытаясь контролировать тень травы. Таким образом, шипы убили бы нескольких неподготовленных экспертов мифического ранга. В этот момент Слатер закричал. Нет, стой, тень от травы. В тот момент, когда он остановился, он понял, что Тиа обманул его, потому что ничего не произошло. Тиа воспользовался этой возможностью, чтобы, наконец, войти в лес, где он, наконец, мог показать свою истинную силу. Нехорошо. Преследуй их, но осторожно пробирайся через лес. Снова скомандовал Бойня, но это была поистине противоречивая инструкция. С одной стороны, если они хотели преследовать их, им нужно было использовать всю свою скорость. С другой стороны, они не смогли бы этого сделать, если бы двигались осторожно. Это была важная часть плана Тиа, поскольку он показал достаточно, чтобы напугать этих людей. В тот момент, когда враги вошли в лес, Тиа взмахнул руками, используя способность короля теней управлять тенью деревьев, ветвей и кустов. Вокруг них появились многочисленные шипы. Что? Ха, аркх, люди были сбиты с толку, потому что они никогда не видели появления этих шипов. Некоторым из них удалось заблокировать эту атаку, а некоторые приняли удары, потому что не смогли достаточно быстро среагировать. Тебе не стоило убивать завоевателя. Что ж, он идеально подходил на роль человека-бульдозера в этом месте. Ха-ха-ха. Тиа громко рассмеялся, насмехаясь над решением слотера. Однако Бойня ничего не мог сказать, так как знал, что завоеватель может высвободить свою подавляющую мощь в этом районе, взорвав эти деревья. Если бы он двигался вместе с ними, деревья бы упали раньше, чем Тиа смог бы использовать их тень. И теперь ему нужно было заплатить за свой выбор. Кровавая волна. Бойня в отчаянии закричал, посылая кровь в форме полумесяца, чтобы срубить деревья перед ним. Как и он, другие эксперты мифического ранга могли уничтожить часть леса своей силой, но была проблема. Теневые шипы вскоре растворились в воздухе, но Тиа выпустил свою собственную черную волну, чтобы уничтожить свою кровавую волну, в результате чего Тиа все еще был защищен лесом. Значит, это его план, подумал Ри. После того, как он показал, как он может использовать тени, особенно большие, такие как исходящие от людей, он заставляет людей колебаться, стоит ли его преследовать. И даже если они это сделают, это будет не так просто. И все же есть еще один вопрос. Эти иностранцы, почему они помогают Бойне? Кто тот вдохновитель, о котором говорит Тиа? Ри сузила глаза, пытаясь понять, что происходит за кулисами. Бойня ни за что не объединить свои силы с кем-то неизвестным. Даже завоеватель был убитым. Это означало, что этот сотрудник был кем-то таким же сильным, как он, или даже сильнее. Сможет ли Тиа сражаться с ними обоими одновременно? Ри беспокоилась, что если Тиа сразится с этими двумя могущественными мужчинами, он проиграет. Похоже, Феликс тоже знал об этой ситуации и подошел к Тиа. Что нам теперь делать? Я не думаю, что мы сможем легко сбежать отсюда. Тиа оглянулся и увидел, что Слатер осторожно ведет свою группу. Если бы он продолжал в том же духе, Тиа мог легко сбежать от них через какое-то время. Однако существовала потенциальная угроза, исходящая от того, кто был партнером Слатера. Он не знал, какой план у другой стороны был на него. В уме, особенно в глазах, он прогнал множество симуляций через несколько вселенных, подобных этой. К его удивлению, ни разу он не попал в засаду или не имел признаков засады. Что происходит? Тиа нахмурился. Он ожидал засады в тот момент, когда бойня объединилась с другим отрядом. Итак, он не мог понять их текущую ситуацию. Должен ли я продолжать первоначальный план или изменить наш курс? Это был первый раз, когда Тиа не мог разобраться в ситуации из-за неизвестного врага. В отличие от своих врагов до сих пор, у него не было никакой информации об этом. Поскольку он не знал, к чему стремился этот человек, Тиа тоже понятия не имел, что делать. Давайте пока продолжим наш первоначальный план. В конце концов Тиа решил, что безопаснее придерживаться их первоначального плана. Он мог бы изменить свой план, если бы что-то случилось. Понял. Феликс принял приказ. Однако вскоре они были потрясены, когда к ним подошел 042 и сказал. Извините, у нас тут ситуация. Тиа увидел, как она указывает на спину. Он думал, что Бойня настигла его, но, к их удивлению, Бойня исчезла из его сознания. Он больше не чувствовал его, как будто он только что исчез. К счастью, Тиа привык разделять свое внимание, так что он знал, что Бойня прекратила погоню, как будто они сдались. Это Тиа сузил глаза, не понимая, почему резня внезапно остановилась. Что происходит? Спросил 042. О задаченной внезапным поворотом событий с другой стороны, Слатер был остановлен людьми, с которыми он сотрудничал. Что это? Бойня нахмурил брови, глядя на предоставленных ему экспертов мифического ранга. К несчастью для него, никто из них не сказал ни слова. Они просто стояли перед ним, преграждая ему путь. Если ты ничего не скажешь, я убью и тебя, закричал Бойня, выпуская свою красную магическую силу. Однако вскоре в его ушах раздался голос молодого человека. Ты недостаточно силен, чтобы убить их. Что вы сказали? Бойня стиснул зубы, обернувшись и обнаружив, что к ним идет молодой человек. У него были голубые волосы, и он носил очки даже ночью. Его одежда была просто простым костюмом, который он носил ранее на аукционе. Я согласился сотрудничать с тобой, потому что мне нужен этот камень. Если ты собираешься остановить меня, я убью тебя. Бойня не могла вынести беспечного лица этого парня, как будто он не сделал ничего плохого. Это невозможно. Ты не можешь победить меня. Молодой человек хмыкнул. Его лицо выражало уверенность. Тогда умри. Бойня не хотел больше тратить на него время и поспешно атаковал его своей кровавой летучей мышью. Тем временем молодой человек отпрыгнул назад, чтобы восстановить дистанцию. После этого он указал ладонью на кровавую летучую мышь, когда из его ладони вышла энергия черного цвета. Поглотить. Затем черная энергия поглотила кровавую летучую мышь слотера. Хаймыв. Бойня мгновенно использовал свою силу, чтобы превратить эту черную силу в кровь, как он обычно делал. Неожиданно, в тот момент, когда летучая мышь высвободила свою энергию, все было поглощено этой черной силой, как то, что молодой человек сказал ранее. Его магическая сила, его орден и даже его мастерство были поглощены. Это. Бойня в шоке расширил глаза, прежде чем сформировать над головой гигантское кровавое копье. Юноша улыбнулся и выпустил ту же силу, окутывающую копье. Копье уменьшилось и в конце концов исчезло. Нет ничего, что я не мог бы поглотить, включая твою силу. Молодой человек ухмыльнулся, выпуская свою силу в окружающую среду. В это мгновение эксперты мифического ранга с его стороны отпрыгнули, как будто зная, что произойдет. Однако эксперты мифического ранга со стороны Бойни не знали об этой силе до того, как они в конечном итоге были окружены этой черной силой, которая продолжала расширяться. К одному из них прикоснулось это черное вещество. И всего за одну секунду его рука стала такой тонкой, что остались только кости и кожа. Кровь, магическая сила и даже мышцы были поглощены этой силой. Эксперт мифического ранга закричал от боли, но было уже слишком поздно. Черная сила двинулась к его телу и всосала в него все. Он умер. От трупа остались только кости и кожа. Цвет его кожи был темно-серым, как будто в нем ничего не осталось. Сволочь. Бойня закричал и послал еще одно копье, чтобы остановить черную силу. В то же время он понял, что не чувствует крови на трупе. Молодой человек легко распространял свою силу и пожирал все вокруг себя. Все эксперты, которых привел с собой бойня, умерли после прикосновения к черному веществу. Земля стала серой, и дерево умерло, как только они соприкоснулись, как будто черная субстанция забрала в них всю жизнь. Ха-ха-ха, умри. Молодой человек со смехом выпустил из своего тела еще одну черную субстанцию, превратив ее в гигантскую акулу, которая поглощала все на своем пути. Тело бойни тряслось, потому что он никак не ожидал, что его люди умрут в одно мгновение. И причиной был молодой человек перед ним. Не было даже борьбы, потому что они были слишком потрясены черной субстанцией. И на этот раз молодой человек планировал убить его. Впервые в жизни он почувствовал, как страх пробегает по его телу. Что это? Бойня отпрыгнул назад, отойдя на некоторое расстояние. Он мог видеть, что этот человек использует свой орден, но не знал, какой именно орден он использовал. С такой силой юноша должен войти в число 50 сильнейших людей мира. Однако никакой информации о молодом человеке у него не было. Как человек, который десятилетиями работал в преступном мире, он мог видеть сквозь некоторые маски или иллюзии, которые могли скрыть его лицо, но он ничего этого не видел. Кто ты? Бойня наконец понял, что заключил сделку с дьяволом. И этот неизвестный дьявол наверняка не оставит никого в живых, чтобы рассказать эту историю, учитывая, что он прошел через столько времени, чтобы скрыть свою личность. Мне у молодого человека была широкая улыбка, когда он неудержимо смеялся. Ха-ха-ха, это смешно. Все люди в мире знают меня, а ты нет. Я человек, который вернулся из смерти. Бойня ничего не знал об этом человеке, хотя и давал ему кое-какие намеки. В конце концов, никто не мог вернуться из смерти. А теперь тебе нужно сделать выбор. Встань передо мной на колени и признай меня своим владельцем, или я убью тебя. Молодой человек ухмыльнулся. Владелец? Думаешь, я домашнее животное? Домашнее животное? Домашнее животное, это тот, о ком мне все еще нужно заботиться. Ты не домашнее животное, ты мой раб. Раб? Бойня стиснул зубы, никак не ожидая, что у юноши появится еще более нелепая мысль, чем у него. Он больше не мог сдерживать свой гнев, когда рванулся вперед, выпуская кровь из собственного тела, чтобы создать сильнейшую атаку. К несчастью для него, он внезапно упал на землю после того, как сильная боль потрясла его разум. Э? Бойня расширил глаза, когда увидел, что его ноги превратились в скелеты из-за того, что он ступил на мертвую землю. И он понял, что его тело испытает то же самое в тот момент, когда он упадет. Но больше не было времени среагировать, когда Бойня коснулся земли, и его жизненная сила была поглощена силой молодого человека. Ха-ха-ха-ха. Молодой человек неудержимо смеялся, глядя в темноту, куда ушла группа Теа. Просто ты подожди меня, ты умрешь, но не сейчас. Неожиданно молодой человек сказал то, чего не должен был знать никто, кроме инсайдера. Теодор Гриффит, мы приехали. Теа, не подозревая о безумии позади него, наконец добрался до круга телепортации. Да, тогда мы пойдем разными путями отсюда. Феликс кивнул с серьезным выражением лица. Но ты уверен, что тебя это устраивает? Не волнуйся. Даже если я не смогу сражаться с монстрами, у меня есть возможность сбежать. Теа похлопал Феликса по плечу, уверяя его, что не стоит слишком о нем беспокоиться. В конце концов, Феликс всегда слишком много беспокоился. Я понимаю, Феликс немного сопротивлялся, но все же доверял Теа. 042, вы можете вернуться с ними. Теа указал на Феликса Эре. Они могут свидетельствовать в вашу пользу. Спасибо. 042 вежливо поблагодарил Теа, так как это означало, что она сможет напрямую работать с Майей. Она достигла своей цели. Внезапно Феликс и Теа подняли руки, глядя на крышу соседнего здания. Это Теа взглянул на Феликса, который подтвердил его подозрения. Ваш друг. Ага. После прибытия на крышу здания, казалось, что она спускалась как положено. Тем временем Теа повернулся к Ри. Ты поедешь со мной на другой берег. Я тебя лично там тренирую. На мои условия не жалуйся. Я понимаю. Ри согласилась, так как подготовилась к этому обучению. На самом деле, она с нетерпением ждала, какое обучение проведет Теа. Агата прославила его, так что это ее немного взволновало. Вскоре к ним неожиданно подошла женщина. У нее были длинные черные волосы и непроницаемое лицо. Несмотря на то, что она была лучницей, способной подстрелить кого-то издалека, не было никаких следов браслета, кольца или даже настоящего предмета в качестве ее оружия. Казалось, что она действительно пришла в это место, неся с собой только свое тело. Привет. Женщина кивнула им. Здравствуйте, спасибо за помощь. Теа улыбнулся. Я просто отплатил за услугу. Женщина взглянула на Феликса. Я отплатил за спасение моей жизни. Убийца Рангайс. Белая смерть. Феликс Холт. Белая смерть. Теа в замешательстве наклонил голову. Ари ахнула. После поиска людей, назначивших награду за голову Теа, Ри нашла имя Белой смерти. Она тут же ахнула и посмотрела на Феликса. Ты белая смерть? 042 тоже отпустила челюсть, узнав этот титул. В ней был след страха, когда она смотрела на Феликса. Значит, ты знаменит, Феликс. Теа посмотрел на него с покерфисом. Известен. Не используй такие простые термины, как этот. Он более чем знаменит. Риа втянула холодный воздух. Шести краткой ранг зарегистрированного ассасина в мире. Если это в мировом рейтинге, то его ранг должен быть где-то 400-500. Но он ассасин, даже если враг 300-400 ранга, он сможет их убить. Объяснила Ри. Конечно, она осмелилась раскрыть всю эту информацию, потому что они стояли в немного отдаленном месте, где не проходило много людей. Ой, Теа кивнул. Он ожидал чего-то подобного, учитывая необычайную силу Феликса. Он понял, что Феликс сможет сравниться с Уэкером, несмотря на то, что последний использует свою неразрывную цепь. Я перестал работать убийцей. Феликс спокойно покачал головой. Поэтому, пожалуйста, не называйте меня моим титулом. Феликса не беспокоило, что Теа узнает его личность. На самом деле, он думал, что Теа уже знал об этом, прежде чем завербовать его. Выяснилось, что Теа не знал о своей личности. Это означало, что Теа ценил его как Феликса Халта, а не как мастера-убийцу. Это много значило для него, поскольку демонстрировала искренность Теа. И все же, почему ты только что узнал об этом? Спросил Теа Ри. В этом списке у каждого есть свое кодовое имя. Настоящего имени нет, поэтому я никогда не ожидаю, что он Белая Смерть. Ри беспомощно покачала головой. Ну, с точки зрения убийства, я думаю, ты уже выше меня. Феликс посмотрел на женщину. Правильно. Призрачный лучник. Призрачный лучник. У Ри снова отвисла челюсть. Седьмое место в списке. Призрачный лучник. Говорят, что и Призрачный лучник, и Белая Смерть были соперниками. Я никогда не превышал его ранг, несмотря на то, что он был слишком сосредоточен на своей семье. Лиска. Женщина раздраженно щелкнула языком. Ах, извините. Ри успокоилась и извинилась, так как сравнивать их было грубо, хотя она была в шоке. Нет проблем. В любом случае, я помог тебе, просто чтобы отплатить ему. Так что тебе не нужно много думать об этом. Теперь, когда я закончил свою работу, мне пора уходить. Женщина кивнула головой. Подождите минуту. Теа открыл рот, останавливая ее. Что-то не так. У тебя есть какие-нибудь мысли о том, чтобы присоединиться к моей группе? Я имею в виду, работать под чьим-то руководством? Извините. Женщина склонила голову в ответ. Понятно. Теа ожидал этого после напоминания Феликса. Я же говорил тебе. Итак. Феликс хотел снова напомнить Теа, но, как будто женщина затаила на него обиду, вдруг добавила. Хотя, если ты сможешь выполнить то, что я хочу, я не против работать на вам на время. Что? Феликс был ошеломлен, так как это был первый раз, когда призрачный лучник проявил инициативу. Состояние? Да. Ну, у меня мало знаний об этом, но, увидев твою силу, я знаю одно. У тебя есть возможность выполнить то, что я хочу. В обмен на информацию я не против работать на тебя, в течение десяти лет, учитывая важность этого знания. Хэм. Теа на мгновение задумался, прежде чем спросить. Конечно. Сначала не помешает выслушать условия. Хорошо. Женщина глубоко вздохнула, прежде чем заявить. Я хочу быть королевой. Пожалуйста, исполни это. Королева? Запрос был действительно неожиданным, заставив их думать, что призрачный лучник был дворянином из некоторых стран. Однако Теа был первым, кто осознал ее истинное намерение. Он ошеломленно посмотрел на женщину и спросил. То, что вы имеете в виду под королевой, это такая королева, верно? Женщина кивнула с покерфисом. Да. Я хочу быть такой королевой. Я буду работать на тебя десять лет. Взамен, пожалуйста, научи меня порядку. Пожалуйста, научите меня порядку. Это заявление ошеломило всех в группе, включая Теа. Он никогда не думал, что призрачный лучник уже знал об этой информации. Приказ? Какой приказ? Феликс сузил глаза. Как порядка общества? 042 прокомментировал с ошеломленным лицом. Приказ? Королева? Реа задумалась на мгновение, глядя на Теа. Каким-то образом она связала точку с Теа и силой своего отца. Абсолютная власть, которая позволила бы им войти в число сильнейших людей мира. Реа тоже был шокирован, но он серьезно относился к своей работе. Даже когда они обсуждали это, он не отворачивался и просто продолжал смотреть на их окружение в поисках их безопасности. Тем временем Теа щипал себя за переносицу. Его взволнованное лицо уже свидетельствовало о серьезности этого вопроса. Это не то, что легко мне сказать. Теа вздохнул. Я знаю. В одном ты прав. Я считаю его своим соперником. В своих поисках я наткнулся на такого рода информацию. Призрачный лучник взглянул на Феликса и сказал. Я верю, что эта сила позволит мне, наконец, превзойти его. Если ты сможешь научить меня этой силе, я буду работать на тебя. А почему я? Можешь спросить у других. Я лично подтвердил твою силу. И Белая Смерть доверил тебе свою жизнь. Это значит, что ты заслуживаешь доверия, иначе он не пойдет с тобой и не будет таким послушным. Теа сделал паузу, размышляя, стоит ли ему завербовать ее или нет. После долгой паузы Теа повернулся к Феликсу и остальным. Ребята, вы можете немедленно отправиться в аэропорт. Позвольте мне поговорить с ней еще немного. Вы в этом уверены? 042 в замешательстве склонила голову. В конце концов, она ничего не знала об Ордене. Да. Просто иди. Теа кивнул, глядя на Рию. Ты пойдешь со мной. Тем не менее, ты дочь Святого Меча. Рано или поздно ты узнаешь об этом секрете. Понимаю. Пожалуйста, будь осторожен. Феликс кивнул. Поскольку Теа отдал приказ, он немедленно его принял. Хотя он никогда не признавался в этом, он чувствовал себя немного гордым, как правая рука Теа. Однако Теа, похоже, не собирался рассказывать ему об этой силе. Если призрачный лучник действительно присоединится к группе, есть шанс, что Теа будет больше использовать ее вместо него. Тем не менее, он не мог расспросить Теа об этом деле, учитывая, что Теа много раз предупреждал его об этом. К счастью, был еще один человек, который мог иметь представление об этой силе. Это не Акбар был одержим этой силой. Это был Исаак. Исаак давно исследовал силу Теа, так что ему следует спросить об этом Исаака. Только после того, как он получил некоторые подсказки, он мог обратиться к Теа за разъяснениями. Поэтому лучше всего было вернуться. Я оставляю их тебе, Феликс. Теа улыбнулся и повернулся к призрачному лучнику. Ты ведь не против пойти со мной на другую сторону, верно? Да. Получив приказ, Феликс доставил 042 Ире в аэропорт, а Теа повел призрачного лучника Ирею на другую сторону. Как только они добрались до другой стороны, Теа не сразу вышел. Вместо этого он искал там гостиницу. Ночь была еще долгой, так что было о чем поговорить. Чтобы никакие слова не ходили вокруг, Теа попросил Ирея призрачного лучника поговорить о порядке в его комнате. Теа подготовил стол и стулья, разумеется, с помощью своей силы иллюзий. Однако их смутил пустой четвертый стул. Их было всего трое, так что не нужно было готовить тот стул. Видя их замешательство, Теа заявил. Попозже у нас будет гость. Гость Ри не знала, что у Теа есть еще один знакомый в этом месте, но помнила дело 042. Значит, из ниоткуда может появиться еще один человек. Как видите, то, что вы хотите узнать, является большой тайной мира. Люди не хотят так много говорить об этом. Теа вздохнул и поднял два пальца. Прежде всего, мне нужно задать вам два вопроса. Где вы слышите эту силу и можете ли вы сказать мне, в какой мере ваши знания? Призрачный лучник все еще не полностью доверял Теа, поэтому на мгновение задумалась. Что касается первого вопроса, я не могу назвать вам точного человека. Но однажды я работал с экспертом высшего ранга. Оттуда я узнал об этой силе, поэтому я еще несколько раз сотрудничал с другими ведущими экспертами. Значит, чисто по вашим наблюдениям, они говорили об этом немного, но никогда подробно. Хорошо. Я могу это понять. Как насчет второго вопроса? Она знала, что Теа хотел увидеть ее знания просто для того, чтобы убедиться, что у нее нет неверных знаний. Итак, она сказала. Если мне нужно обобщить это, я знаю о трех вещах. Во-первых, эта сила называется порядком. Когда у вас есть эта сила, ваша магическая сила изменится на определенный цвет и усилит вашу силу. Во-вторых, эта сила исходит с другой стороны, не изобретения человека, а монстров. В-третьих, вы не должны использовать свою силу открыто, потому что люди мало что знают о магической силе цветных. Я понимаю. Теа выслушал три вещи и спросил. Прежде чем я что-то поясню, я хочу убедиться, что вы будете работать на меня после того, как узнаете об этом. На 10 лет? Да. Я не буду указывать время, потому что сначала вам нужно быть принятым. Даже сознанием, если вас не примут, вы не сможете владеть этой силой. Занять длительное время. Время не указано. Призрачная лучница нахмурила брови. А откуда мне знать, что ты не пытаешься меня обмануть? Давая неверную информацию, неверные знания, ты можешь удержать меня надолго. Два года. Тебя поднял два пальца. В течение двух лет я могу заставить вас получить эту силу. Конечно, это зависит и от вашего состояния, так что вы можете быть приняты быстрее. Если вы не получили эту силу и почувствовали себя обманутыми, вы можете идти или даже попробуй убить меня. Но если ты получишь эту силу, работай на меня еще 10 лет после этого. Через 10 лет это будет твой выбор, хочешь ты продолжать работать под моим началом или нет. Как это? Все-таки два года, это долго, тебе не кажется? Призрачный лучник все еще колебался. Из-за того, как Тя боролся против бойни, был шанс, что люди подумают, что она была частью группы, и станут мишенью, заставив ее остаться с группой, если она хочет жить. Однако Тя сказал. У меня есть еще одно доказательство. Я уверен, что после этого вы сможете мне поверить. Хэм. Призрачный лучник нахмурился, гадая, что за уловка у него в рукаве. Ты сказал, что эта сила исходит с другой стороны, верно? Да. Говорят, что люди научились этой силе сначала от монстров, которые не так враждебны им. Призрачный лучник кивнул. Вот почему я собираюсь пригласить одного из них сюда. Тя улыбнулся. Хэм. Две женщины были в замешательстве. Пожалуйста. Внезапно его тень появилась из-под земли, превратившись в гуманоидное тело, покрытое черным. Почему ты хочешь, чтобы я появился перед этими двумя? Король теней посмотрел на Тя. Давай. Я помог Морозному Святому выполнить эту работу, так почему ты не можешь мне помочь? Я использовал твою силу раньше, но мы в основном пытались сбежать, а не уничтожить их. Тя усмехнулся. Две женщины вскочили со своих мест и достали оружие, когда увидели монстра, выходящего из тени Тя. Что ты сказал раньше? Ты использовал силу монстра раньше? Тогда разве это не значит, что у тебя не было Эли? Призрачный лучник хотел было упрекнуть Тя, но остановился в самый последний момент, когда Тя внезапно выпустил его золотая магическая сила. Я не мог показать им свою силу, не так ли? Иначе они бы рано или поздно поняли, что я скрываюсь. Тя ухмыльнулся. Кстати, король теней прервал неловкое молчание после этого внезапного откровения. Я не запрещаю вам делиться знаниями, но я здесь для другого. Конечно. Тя достал камень, который они только что выиграли на аукционе, и протянул ей. Ну вот, спасибо. Пожалуйста, используй его, чтобы решить проблему в Аргелии, хорошо? Не беспокойтесь. Это должно быть исправлено в течение двух-трех месяцев. Король теней кивнул. Аргелия. Рия уронила челюсть на землю, потому что они только что вернулись из Аргелии. Проблема все еще застряла в ее голове. Инцидент был настолько большим, что даже призрачный лучник знал об этом. Затем Тя хлопнул по столу и сказал холодным тоном. Да. Инцидент произошел из-за нарушения того, что вы называете порядком. Это та сила, которая может уничтожить мир, как ядерные ракеты. Убийственное намерение начала исходить из его глаз, когда Тя предупредил их. Вот почему, прежде чем рассказать вам об этой силе, я скажу это вам обоим. Если вы посмеете рассказать другим об этой силе, я тот, кто выследит вас, независимо от того, кто вас поддерживает. Тела Реи призрачного лучника задрожали, осознав истинную серьезность этого знания. Вот почему только крошечное население знало об этой силе. Так вот почему отец никогда об этом не говорит. Он знает, что если это знание станет известно всему миру, произойдет огромная катастрофа. Я никогда об этом не задумывался, но ответственность отца лежит не только на стороне и семье, но и на всем мире. Подумать только, что отец уже давно несет такое бремя. Подумал Рея, по-новому уважая своего отца. Ну, я знаю, что у тебя хорошие отношения с этой девушкой. Король Теней указал на Рею, прежде чем взглянуть на призрачного лучника. Ты уверен, что можно рассказать ей об этом? Она может сбежать с этим знанием. Прежде чем ответить королю Теней, Тея обратился к призрачному лучнику. Можешь поднять руку? Призрачный лучник последовал его указанию и протянул руку. Затем Тея пожал ей руку, как обычно. Однако вскоре она почувствовала, как убийственное намерение Тея перешло в ее разум. Даже когда она ни о чем не думала, она чувствовала, что Тея видит ее насквозь. Даже если она убежала, она чувствовала, что за ней охотится Тея. Она инстинктивно потянула руку, как будто Тея что-то сделал с ее телом, и подняла руку, обнаружив красную татуировку. Татуировка была похожа на Луну, но король Теней понял, что это печать смерти Тея из-за красного цвета. Без ведома двух дам Тея также использовал свою печать завета, чтобы активировать печать смерти, так как он мог только обнаружить присутствие своего врага на своей территории. После этого он стер печать завета. Призрачный лучник почувствовал, что присутствие прекратилось, когда она с ужасом посмотрела на Тея. Хорошо, я деактивировал его. Извините, но мне нужно это сделать. Это метка. Одно из применений порядка. Отметка вас моей печатью позволит мне найти ваше положение. Так что, когда я узнаю, что вы рассказываете другим людям об этом, будет нетрудно выследить вас. Тея улыбнулся, прежде чем взглянуть на короля Теней. Все в порядке, правда? Король Теней отвернулся. Она не могла ничего сказать, так как знала, что это всего лишь уловка, чтобы одурачить призрачного лучника. Печать смерти была не очень удобной, но призрачный лучник не знал об этой печати смерти. Ее было легко обмануть. В то же время призрачный лучник знал, что Тея не был ложью. Исходя из того, что она чувствовала ранее, Тея действительно имел возможность найти ее. Тем не менее, это только укрепило решимость призрачного лучника. Она посмотрела на Тея и сказала, я знаю, что ты пока не можешь мне доверять, но я не из тех, кто нанесет удар кому-то со спины. И поскольку белая смерть находится в твоей группе, мне легко сравнивать себя с его. Я собираюсь открыто превзойти его в течение этих двух лет. Отлично. Теперь мы можем поговорить о порядке. Тея кивнул с улыбкой. Тем не менее, будет довольно бесполезно говорить о применении ордена, если ты не получил эту силу. Тея вздохнул. Итак, я собираюсь поговорить о требованиях для получения этой силы. Призрачный лучник замолчал, внимательно слушая его. Даже Ри сосредоточилась на этом уроке, думая, что она получит информацию о силе своего отца. Однако Тея улыбнулся ей и сказал, к сожалению, это предел того, что ты можешь услышать, Ри. Что? Ри в шоке открыла рот. Она явно хотела послушать его, потому что это был шанс превзойти своего брата. Однако Тея сказал, по сути, знание этого только навредит вам. Мне трудно так сбить вас с толку, потому что, когда я обычный ученик, я хочу всему научиться у своего учителя. Я абсолютно ненавижу эту фразу, потому что это вызовет у меня любопытство и в конечном итоге я попаду на неверный путь. Любопытство убивает кошку. Вот и все. Вот почему я не собираюсь бросать тебя вот так. Вместо этого я поставлю тебе условия. Если ты хочешь узнать об этой силе, тебе нужны две вещи. Во-первых, полное владение своей силой-силой, которая в нем есть ваше существование. Вложите в эту силу все, что есть в вашем существовании, будь то ваша сила, образ жизни или все ваше существо. Проще говоря, ваша сила должна определять, кто вы есть. Во-вторых, ты должен пройти мою тренировку с проходным баллом. В ближайшие два месяца мы собираемся охотиться на монстров для обучения. Я тебе так скажу, если ты не пройдешь мою тренировку, то ты можете попрощаться с этой силой. За всю свою жизнь вы, возможно, не сможете ее достичь. Так что, если вы хотите учиться, вы должны сначала пройти мое обучение, хорошо? Теа дал эти два условия, чтобы переключить внимание Ри с этой силы на препятствие. Имея четкие требования, которые не казались недостижимыми, Ри сосредоточилась на выполнении условий, прежде чем просить об этом. Конечно, она бы спросила отца, но, зная личность Ри, включила бы и состояние Теа. В конце концов, святой меча просто соглашался с условием Теа и просил ее выполнить его, прежде чем рассказывать ей что-либо о порядке. Ри, хотя и была разочарована, согласилась на условия. Я понимаю, я сделаю все, что в моих силах. Но ты же не собираешься отказываться от своего обещания, верно? Я не лгу. Теа пожал плечами. Хорошо, я тебе поверю. Она кивнула и в отчаянии вышла из комнаты. После этого Теа посмотрел на призрачного лучника и спросил. Ты готов? Руф Лукита. Что это такое? Мое имя? Призрачный лучник посмотрел на Теа с серьезным выражением лица. Она серьезно собиралась учиться у него, так что это была демонстрация искренности. Я Рут Лукита из Индонезии. Индонезия, если я не ошибаюсь, это рядом с Австралией. Да, именно поэтому мы с Феликсом. Ах. Теа понимающе кивнул. Неудивительно. Поскольку мы собираемся работать вместе в течение следующих двух лет, вы должны знать мое имя. Хорошо, спасибо. Теа улыбнулся, прежде чем поднять два пальца. Хорошо. Без лишних слов, давайте поговорим о требованиях для получения этой силы. Сначала я отвечу на ваш вопрос, прежде чем перейти к объяснению. Прежде всего, тебе нужно правило для себя. Правило того, как ты будешь жить. После этого тебе нужно отточить свою технику с помощью этого правила. Вот два требования, чтобы владеть этой силой. Правило? Да. Сам Орден – это сила мира. Другими словами, мир даст вам эту силу, чтобы вы могли поддерживать стабильность этого мира. Это также способ признания. Например, давайте поговорим о Слотере. Он имеет благословение Дракулы и играет с кровью столько, сколько себя помнит. Так что его правило что-то о крови. Это всего лишь предположение, но его Орден, похоже, является Орденом Крови. Это означает, что он контролирует кровь, потому что жил со своим правилом о крови. Когда он касается магической силы, магическая сила превращается в кровь и скоро. Однако давайте возьмем другой пример, как насчет Лесного Ордена. Что, если человек, который хочет получить эту силу, на самом деле любит рубить деревья и сжигать лес? Мир признает вас и предоставит вам эту силу? Спросил Теа. Рут покачала головой. Нет. Даже будучи человеком, мы ни за что не дадим этому человеку власть над лесом. Точно. Вот почему вам нужно правило того, как вы живете, и следуете ему в течение длительного времени. Это причина, по которой условие составляет два года. Да. Хотя я предполагаю, что вы жили с определенным кодексом. Вроде кодекса убийцы или чего-то подобного. Так что, просто следуя такому кодексу, вы можете быть ближе к этой силе. Но разве это не означает, что я могу получить определенный орден, не связанный с моим сродством к ветру? Святой меча должен иметь что-то вроде меча вместо родства. Это просто вопрос концентрации. Я понимаю. Рут на мгновение задумалась. Конечно, кто-то не может владеть этой силой, если его сила не соответствует этому правилу. Вот почему ты поставил первое условие перед этой девушкой. Рут наконец поняла условия, которые поставил Теа. Казалось, он работал над этим, не сказав им об этом. После долгой паузы Рут объяснила. Я думаю, что у меня есть образ жизни. Могу я просто сделать их своим правилом? Ага. Может быть, тебе стоит записать это куда-нибудь. В конце концов, мир может забрать у тебя свою силу. Понятно. Если кто-то из лесного ордена начнет жечь лес и рубить деревья. Точно. Я понимаю. Хотя у меня нет подробностей, я думаю, что уловил суть. Когда мир сочтет, что ты уже достойен этого ордена, он тебя тут же отдаст. Так что не важно, хочешь ты этого или нет. Что касается применения ордена, я объясню тебе после того, как ты получишь приказ. Тогда давайте поговорим о мелких деталях, хорошо? Она кивнула с серьезным выражением лица, готовая узнать больше. Внезапно король теней открыл рот. Я не думаю, что мне нужно это говорить, но на всякий случай он не лжет. Так живут монстры. Только после получения ордена ты сможешь стать королевским монстром класса. Это все. У вас есть еще вопросы? Тя закончил свое объяснение. Нет. Я думаю, что немного понял. Я понимаю, почему вы просите меня остаться на два года. И я не вижу никаких недостатков в аргументе, хотя есть много вопросов, которые я хочу задать. Если вы сможете придумать какую-нибудь ложь за это время, я буду удивлен. Рут вздохнула. Ну, это зависит от того, хочешь ты в это верить или нет. Даже если так. Рут вежливо склонила голову. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами как минимум два года. Конечно. Тя улыбнулся. Теперь, когда я работаю на вас, мне нужно переместить мою базу операций. Вот что я хотел бы спросить вас. Тя без колебаний кивнул. Все, кроме Акбара и Акера, остались вокруг него, так что было бы лучше, если бы она могла сделать то же самое. Однако отношения между ними не были такими близкими, как у других. Из-за этого Рут было бы неудобно оставаться в стране всего два года. И их нынешние отношения были всего лишь деловыми отношениями. Немного поразмыслив, Руф сказала. Ну, я не против остаться там. Хотя я слышала, что оставаться там дорого. Не волнуйся. Я приготовлю для тебя особняк. Если это так, то я не против. Рут согласилась на это условие. Кроме того, лучше держаться поближе, так как у меня может быть к вам вопрос. Задавать этот вопрос по телефону будет крайне опасно, так что да. Ахаха, кажется, я рассказал тебе все, что мог. Тя неловко усмехнулся. В любом случае, с этой темой покончено. Тогда, как ваш сотрудник, я дам вам важную информацию. Рут на мгновение замерла. Выражение ее лица стало мрачным. Бойня умерла. Тя промолчал, но выражение его лица изменилось. Даже он не ожидал, что кто-то убьет Слатера, учитывая, что он был одним из сильнейших специалистов в мире. Из-за своего положения я отступил немного позже вас, так что успел это увидеть. К нему идет человек в маскараде, убивает его. Тя нахмурил брови, когда Рут рассказала обо всем, что произошло в этом месте. Она рассказала ему, как умер Бойня, о человеке в маске, который убил его, и о черной силе, использованной для убийства Бойни. К сожалению, она была слишком далеко, чтобы слушать, как мужчина зовет Тя по имени. Итак, Тя не знала личности врага, не говоря уже о его намерениях. Я понимаю. Тя потер переносицу. Я думаю, что он нацелился на Бойню, добавила Рут. Ну, это одна из возможностей, но я не могу отмахнуться от того, что он использует своих людей, чтобы окружить меня. Возможно, мы оба цели, но я не уверен. Хочешь, я посмотрю? Нет. Я просто скажу об этом Акбару. Он сможет сделать это лучше. Акбар. Акбар Лейбраев. Рут расширила глаза. Он стал вашим подчиненным? Акбар был одним из лучших информационных брокеров в мире. В конце концов, благодаря своему стратегическому положению, а также своему руководству, он создал информационную сеть в Азии, Европе и Африке. Именно поэтому Тя хотел, чтобы он остался там. Он сможет собрать достаточно информации для него. Так же, как и она. Тя взглянул на стену, как будто смотрел на Рию, которая была в соседней комнате. Дочь Святого Меча. Рут закрыла глаза. Теперь, когда она подумала об этом, она не знала о великой силе Тя, похоже, она сильно его недооценила. И переезд в Америку дал бы ей шанс понять это глубже. Ее решение переехать не было ошибкой. Пока что ты должен сосредоточиться на попытке достичь этой силы. В конце концов, это займет некоторое время. Если мне понадобится твоя помощь, я позвоню тебе. Я не думаю, что мы будем слишком много двигаться, учитывая, что я только передвигаться вместе два раза в год. И это было не со всеми. Я понимаю. Рут вежливо кивнула. Если это так, я немедленно вернусь, чтобы заняться этим процессом. Конечно, не теряя ни секунды, Рут поднялась со своего места и вышла из комнаты. Прежде чем открыть дверь, она взглянула на Короля Теней, потому что впервые увидела монстра королевского класса, сотрудничающего с человеком. Но зная, что монстры научили людей приказом, эти отношения не должны быть странными. Она просто не знала об этом все это время. После того, как она ушла, Король Теней посмотрел на тебя и спросил. Ты уверен в этом? Ты обманом заставил ее присоединиться. Ну, я не солгал. Она просто неправильно поняла, что я имею в виду. Теа пожал плечами. Полагаю, поэтому горный король так разозлился на тебя. Так ты его обманул? Ахаха. Теа усмехнулся, глядя в сторону. В любом случае, я собираюсь уехать сегодня вечером. Расскажите мне о своем плане. Возможно, я смогу дать вам несколько предложений. Ничего особенного. Я просто собираюсь охотиться на монстров мифического ранга. Враги на этот раз будут намного сильнее, чем сейчас, поэтому я хочу достичь мифического ранга как можно скорее. Когда это произойдет, я смогу соперничать с людьми из топ-100 экспертов. Теперь, если подумать, это действительно огромный скачок. А, даже не поднявшись по служебной лестнице, я просто пропустил все и вошел в сотню лучших экспертов. Теа усмехнулся. Вы изучили орден с тех пор, как получили ранний высший ранг. Это понятно. Обычно вы будете знать об ордене только после того, как станете мифическим рангом. Думаю, я объяснил вам причину. Истинный. Теа кивнул. В любом случае, если вы хотите охотиться на таких монстров, вам следует идти на северо-восток, а не на север. Монстры в этом регионе, никто не придет к вам. Правда? Тогда я пойду туда. Теа улыбнулся. Король Теней чувствовала себя скайпедией, где она знала все. К сожалению, он не сможет использовать ее знания все время. В любом случае, мне пора идти. Король Теней на мгновение посмотрел на камень и сказал. От имени святого, а также от себя лично. Спасибо, Теодор Гриффит. Улыбка Теа стала шире, когда он увидел, как король Теней постепенно уходит в тень. Пожалуй, стана. Следующий день. Теа поспешно направился по пути, указанному ему королем Теней. Поскольку на земле не правит монстр королевского класса, он не должен столкнуться с какими-либо проблемами. Что касается монстра мифического ранга, даже если он не сможет убить их, он сможет безопасно сбежать. По дороге Рис спросила. Куда мы едем? Не направится ли нам на север? Просто немного отклоняемся. В конце концов, мы собираемся тренироваться здесь. Теа ухмыльнулся. Охота? Да. Как продвигаются ваши тренировки? Ну. Ри вытащила свой меч и посмотрела на него, вливая в лезвие немного магической силы. Магическая сила попыталась обрести форму, но безрезультатно. Это прерывалось в последний момент, так как в ее голове не было никакой картины. Она не знала, какую силу она на самом деле хотела от этой силы, несмотря на то, что знала, что эта техника может быть намного сильнее, чем ее текущая сила. Я не знаю. Я чувствую что-то другое, но я не знаю, куда мне идти. И теперь мой разум становится немного нарушенным из-за требования. Сила, которая может определить меня. Я не знаю. В конце концов, ты все это время шел по стопам своего брата. Добавил Теа. Да. Он удивительный. Даже отец хвалил его за то, что он такой творческий. Что касается меня, я могу следовать за кем-то только до определенной степени. И мне потребуется некоторое время, чтобы даже скопировать их. Я в недоумении. Какая сила может определить меня? Я пуст. Ри посмотрела вниз, чувствуя себя подавленной. Теа на мгновение замолчал, словно обдумывая, что сказать. В конце концов, он открыл рот, сказав. Скажи, ты гордишься тем, что пошел по стопам своего брата? Конечно, я горжусь. Без колебаний, признал Ри. Этот ответ исходил из глубины ее сердца. Вот почему она могла ответить так быстро, как насчет меня. Ри ошеломленно посмотрела на него, никак не ожидая услышать этот вопрос от Теа. Ты хочешь моего признания или что-то в этом роде? Это попытка заигрывать со мной или что-то в этом роде? Но ты не такой парень. Брови Теа дернулись. Выражение его лица помрачнело. Увидев эту перемену в выражении лица, Ри поспешно ответила на его вопрос. Конечно. Хотя мне неприятно это признавать, твоя репутация намного больше, чем у моего брата. Я чувствую, что могу нацелиться на больший мир, когда следую за тобой. Но это другой вид гордости, чем у моего брата. Я искренне уважаю вас за то, что вы сделали и достигли. И настало время, когда ты можешь пожертвовать так много денег, чтобы спасти мир, и никто этого не заметит. Даже я могу только склонить голову перед тобой. Ри грустно улыбнулась, чувствуя себя немного разочарованный в себе. Теа закрыл глаза, улыбаясь. Это так? Что ж, этим я могу подтвердить одну вещь. Ваш брат, безусловно, человек, который возьмет на себя инициативу. Он не склонится, какой бы сильный удар ни был нанесен ему, ты просто тот, кто всегда будет номером два, потому что твое мышление всегда следует за кем-то. Что? Ри была ошеломлена этим оскорблением. Ты? Теа поднял руку, словно говоря ей остановиться. Он добавил. Конечно, это неплохо. Неплохо? Не знаю, пытаетесь ли вы меня оскорбить или похвалить. Ри сдерживала свое разочарование и раздражение из-за этого замешательства. Я тебя хвалил. Стать правой рукой никогда не будет плохо. Если ты считаешь это оскорблением, то это твоя проблема. Для меня, даже если я не могу стать номером один, я буду довольствоваться вторым место. Теа на мгновение замолчал. Просто если я буду чьей-то правой рукой, я буду правой рукой номер один в мире. Я сделаю так, что человек, которому я служу, не сможет жить без меня, потому что я забочусь обо всех его делах. В таком случае, разве я не буду лучшим и не буду смеяться последним? Теа ухмыльнулся. Рия в шоке расширила глаза. Правая рука номер один в мире. Тот, кто делает номер один, не может жить без тебя. Когда она еще была в Японии, она думала, что продолжит служить своему брату, помогая ему в управлении бизнесом, поскольку ее брат будет намного сильнее ее и станет лицом семьи Нагасава. Но с точки зрения Теа все было иначе. Теа не хотел, чтобы она была простой помощницей. Он хотел, чтобы она была лучшей помощницей, той, без которой Теа не мог бы жить. Затем она вскоре поняла, что подчиненные Теа были именно такими. Феликс хотел быть самым сильным мечом Теа, истребляющим всех врагов. Джефф хотел нарисовать мир. Колин хотела быть величайшим поваром с идеальной кухней. У каждого подчиненного Теа была своя мечта. Даже Исаак, который был всего лишь экспертом высшего ранга, хотел провести величайшие исследования о Теа. Или Майя, которая всегда старалась конкурировать с Теа. У всех были огромные амбиции. С другой стороны, она думала о том, чтобы чему-нибудь научиться у него и послужить своему брату. Она пыталась преследовать его без огромных амбиций в сердце. Вот почему она не могла идти в ногу с Уакером. Вскоре она поняла, что Агата тоже испытала то же самое, отсюда и ее нынешняя сила. Я у меня до сих пор ничего нет? Разве это не значит, что я потерял несколько месяцев впустую? Рия испытала шок всей своей жизни. Она упустила этот драгоценный шанс. Ты уверен, что это нормально, давать мне такие амбиции? Если я так соберусь, ты не сможешь бросить меня, знаешь ли? Ри посмотрела на тебя с серьезным выражением лица. Я с нетерпением жду этого. Ри широко улыбнулась. Возможно, это был первый раз в ее жизни, когда она так сильно хотела что-то сделать. Не просто не отставать от кого-то, а доминировать над кем-то. Тем не менее, тебе не следует говорить много, прежде чем ты закончишь мой тест. Тя внезапно остановился, указывая вперед. Вот тебе и испытание. Э, Ри повернула голову и увидела монстра мифического ранга. Не знаю, подводят ли меня глаза, но я вижу только монстра мифического ранга. Да, у тебя все еще хорошее зрение. Я хочу, чтобы ты убил монстра мифического ранга. Ри уронила челюсть на землю, когда все хорошие в Тя просто разрушилась в ее голове, поскольку Тя хотел отправить ее на смерть. Вы, матушка ты, ублюдок. Рев. Прежде чем она закончила проклинать Тя, монстр издал рев. У него было огромное гуманоидное тело, как у медведя, но с более короткими руками. Однако у монстра из локтя торчала длинная кость, словно это был клинок. Увидев Тя и Рию, он взревел и бросился на них. Тя использовал свой блинк, чтобы исчезнуть с поля боя, оставив Рию в покое. Однако он не забыл дать указание. Ах, вы, должно быть, размахивали мечами 900 раз утром. Помните, я не отменял запрет. Какого хрена? Ты, ублюдок-садист. Ты хочешь, чтобы я сразился с монстром мифического ранга всего сотни ударов? Закричал Ри, желая проклясть его еще больше. Однако она была вынуждена отпрыгнуть назад, когда монстр ударил сверху. В итоге кулак ударился о землю, от чего земля треснула. Тем не менее, монстр не собирался отпускать Рию. Поскольку он не смог найти Тя, он врезался своим телом в Ри. Последняя цокнула языком и обнажила меч, пытаясь разрубить этот кулак. Кулак был наполнен магической силой, образуя тонкий слой дыма, покрывавший всю руку. Но, к ее удивлению, когда кулак собирался ударить по мечу, он тут же двинулся быстрее, так что меч столкнулся с костью за его локтем. Лязг его кость. Рия стиснула зубы, прежде чем увидела, как вращается монстр. Вращение было таким быстрым, что следующее, что она осознала, это то, что кулак монстра был уже прямо перед ее головой. Она направила свою энергию, чтобы сформировать черепаху, чтобы блокировать этот кулак. К несчастью для нее, кулак пробил панцирь черепахи и попал ей в щеку. Сила отбросила ее, когда ее тело несколько раз подпрыгнуло на земле. Гах. Она выпустила полный рот крови. К счастью, черепахе удалось получить часть этой силы, иначе она потеряла бы голову. Ха. Она пыталась найти тебя, но безрезультатно. В конце концов, она могла полагаться только на себя. Увидев, что монстры снова приближаются к ней, она поспешно поднялась с земли и влила всю свою магическую силу в свой меч. Она представляла себе силу, но не могла создать животное, которое было бы сильнее, чем то, что было у нее сейчас. В конце концов, эта нестабильная магическая сила стала лишь немного сильнее, чем то, что могло дать животное. Тем не менее, это было лучше, чем умереть здесь. Она поразила монстра этой нестабильной магической силой. Монстр был слишком силен, поэтому она попыталась отразить его атаку вместо того, чтобы сразиться с ним. Ожидая возможности для атаки, она сражалась с врагами еще 50 раундов. К несчастью для нее, разница в силе между ними была слишком велика. Она ничего не могла сделать с монстром. В то же время монстр ранил ее все это время. Ее левая рука онемела, а по всему телу было много синяков. Как и ожидалось, сражаться с монстром мифического ранга для меня все еще слишком сложно. Реа стиснула зубы. Но прежде чем она успела позвать Теа на помощь, монстр появился перед ней, подавляя ее. Хуже всего в этой битве было то, что она не могла сделать более тысячи взмахов. Теа выглядел худшим боссом, на которого приходилось работать, потому что в этот момент он просто играл с ее жизнью. В конце концов, было совершено еще 30 качелей. И все, что она могла сделать, это защитить себя. Ей потребовалось все, чтобы защититься от атак монстра. Тем временем ее травма продолжала увеличиваться. У нее даже был порез на лбу, когда кровь начала течь от правого лба к правой щеке, из-за чего она закрыла один глаз. Из-за травмы ее работоспособность постепенно снижалась. Время от времени ее сознание ускользало. Иска. У меня осталось всего 5 взмахов. Как мне вообще сражаться с этим монстром? Я даже не нанес монстру ни единого ранения. Он не собирается мне помогать? Он позволит мне умереть здесь? Нет, зная его характер, он не даст мне умереть здесь. Но он заставит меня получить достаточно травм, чтобы я не смог выполнить требования, которые я поставил перед собой. Другими словами, я не смогу достичь мифического ранга в течение года и меня выкинут из группы. Ри остиснула зубы. Она не знала почему, но помнила их предыдущую дискуссию. Сначала Ри говорила о своей силе, говоря, что она не может ее изменить. Однако Тя внезапно сменил тему на свои амбиции. Как, черт возьми, разговор перешел от моей власти к моим амбициям. Я знаю, что моей прежней мечтой было стать помощником моего брата. Это было то, чего я хотел и верил до этого момента. Подождите минуту. Верили до этого момента? Разве это не то, что определяет меня? Означает ли это, что он хотел, чтобы я знал, что путь, который я проложил до этого момента, не является неправильным? Эту силу я приобрел за десятилетия напряженной работы. Моя сила? Да. Значит ли это, что он одобряет мою силу? Образ внезапно связался с тем, что Тя сказал в Аргелии, когда она сражалась с Уакером. Просто оттачивайте то, что у вас есть на данный момент. Будь то сила, скорость или даже ваша уникальная способность, вам нужно использовать то, что вам удобно. Эти фразы глубоко засели в ее памяти. Это верно. Мне было удобно превращать свою силу в животное. Зачем мне вообще думать о другой форме, такой как клинок или парное оружие? Но животное не может выдержать такого количества энергии. Ри посмотрела на монстра, поднимая меч. Если это так, мне нужно более сильное животное. Это верно. Если я хочу стать лучшей правой рукой в мире, мне нужна абсолютная власть. Что-то, что находится далеко за пределами животного. Существо, которое животное считало богом. Магическая сила в мечере постепенно начала обретать форму. Он был похож на тигра. Однако этот тигр имел белый окрас и серые полосы по всему телу. Если тигр не сработает, я призову в память бога тигра. Она пробормотала тихим голосом, поскольку ее сознание стало нечетким из-за того, что она напрягала свой разум при формировании этой силы. Затем она взмахнула мечом, выпуская белого тигра. Иди, небесный белый тигр, битка. Рев иди, небесный белый тигр, битка. Рев. Белый тигр издал громоподобный рев и двинулся вперед, набрасываясь на чудовище. Последний попытался заблокировать свои клыки костями, но в тот момент, когда он поднял локти, белый тигр открыл пасть, выстрелив белым лучом, отклонившим одну из лап. Тем временем его тело вонзилось прямо в тело монстра, укусило плечо и разорвало его на части. Монстр закричал от боли и поспешно зарубил белого тигра. Ри, которая была свидетельницей всего, не хотела проигрывать. Даже с этим невозможно убить ни одного монстра. Ри сдерживалась так долго, как только могла, но вскоре ее разум стал пустым, и она потеряла сознание. Последнее, что она увидела, это то, как чудовище порезало ее белого тигра. Блин. Монстр был полностью разгневан, когда его рука была отрублена. Он уставился на Ри, планируя жестоко убить ее. Это было время, когда Тиа снова появился на поле боя, улыбаясь. Хорошая работа. Позвольте мне позаботиться об остальном. Тиа уставился на монстра, высвобождая свою магическую силу. ГХ. Ри издала тихий стон, прежде чем ее глаза постепенно открылись. К своему удивлению, она увидела деревянный потолок, как будто находилась внутри здания. Теперь, когда я думаю об этом. Ри попыталась вспомнить, что произошло раньше, но не могла полностью воспроизвести образ. Она вдруг в шоке поднялась с кровати. Правильно. Я сражался с монстром мифического ранга. Но как только она подняла свое тело, она почувствовала мучительную боль во всем теле и задумчиво сказала. Ой. Ее тело ослабло, когда она снова упала на кровать. Где это? Ри повернула голову, поняв, что находится внутри маленькой деревянной комнаты. Это была просто пустая комната без какой-либо мебели, кроме кровати. Затем она подняла руки и увидела бинты по всему телу. Ах. Верно. Я тренировался с ним. Риа на мгновение запаниковала, глядя на свое тело. Ее одежда была изменена, и раны были идеально перевязаны. Скрип. Дверь открылась снаружи, когда вошел Тиа, обнаружив, что Ри проснулась. О, кажется, ты в порядке. Тиа улыбнулся прежде, чем увидел покрасневшее лицо Ри. Этот румянец исходил от ее смущения, а также от стыда. Поэтому он сказал. Не волнуйся. Я закрыл глаза, когда перевязывал твои раны, и использовал свой телекинез, чтобы переодеться. Она не знала почему, но одновременно почувствовала облегчение и разочарование. Тиа действительно не интересовался ею. Просто приляг на минутку. Это маленькая хижина, моя иллюзия. Тиа улыбнулся. Он создал эту маленькую хижину с помощью своей иллюзии и превратил их в реальность с помощью своего приказа реальности, что позволило ему построить небольшую частную хижину для отдыха. Однако внимание Ри оставалось в другом месте. Она посмотрела на Тиа и спросила. Я убила этого монстра? Я я не знаю, как мне сказать это, но я могла только чувствовать то, что произошло до того, как я потеряла сознание, но моя память все еще была не четкой. Тебе не удалось убить монстра? Тиа покачал головой, направляясь к ней. Как только он добрался до кровати, Тиа создал стул и сел. Но я должен поздравить тебя с твоим достижением. Поздравляю, Ри. Поздравляю. Тело Ри задрожало, когда она какое-то время смотрела вниз. Многочисленные чувства смешались в ее сердце до такой степени, что она не знала, как смотреть в глаза Тиа. С одной стороны, путь Тиа был чрезвычайно опасен и безумен. С другой стороны, ему удалось стимулировать ее потенциал, потенциал, похороненный ее комплексом неполноценности. Она сжала одеяло, а ее тело продолжало дрожать. Слезы не могли не выступить и пролиться. Счастье и облегчение наполнили ее сердце. Возможно, она впервые в жизни это почувствовала. Да, впервые в жизни она гордилась собой. Я сделала это, я сделала это. Ри сжалась еще крепче, когда она поклонилась, плача. Я действительно сделал это. Тиа посмотрел на Рию с улыбкой. Все это время она преследовала своего брата. Но на этот раз ей удалось догнать эту тень и даже превзойти ее. Страх, ответственность и тревога, занимавшие ее сердце, наконец исчезли. Тиа. Она посмотрела на Тиа и прикусила губу. Могу ли я? Могу ли я действительно это сделать? Тиа ответил с улыбкой. У тебя есть талант в фехтовании, но твой брат затмил его. Но это не значит, что ты хуже своего брата. У тебя необычайный талант к анализу и управлению. Просто все это время все было сосредоточено на твоем брате, потому что ты смирился с тем, что ты ниже своего брата. Ты не понимал, что ты тоже некто, равный своему брату. Если у тебя недостаточно таланта в фехтовании, чтобы победить своего брата, используй другой свой талант, чтобы помочь тебе сделать это. Мне не нравится говорить что-то только для того, чтобы утешить тебя. Вот почему я собираюсь сказать это. Это будет трудный путь. Это путь, наполненный болью. Но я признал вас своим народом. Тиа мягко протянул руку и спросил с улыбкой. Я помогу тебе. Но это будет твой выбор. Удовлетворишься ли ты чем-то подобным или продолжишь идти по этому нелегкому пути? Риа ошеломленно посмотрела на Тиа. Все это время она чувствовала, что находится посреди тьмы. Была дорога света. По этой дорожке бежал ее брат. Наоборот, ее таланта хватило только на то, чтобы заставить ее ходить, а не бегать. Вот почему она терпела все. Она работала не покладая рук. Когда ее брат перестал бежать, чтобы отдохнуть, она продолжила идти. Образ того, как она размахивает мечами тысячи раз каждый день, вспыхнул в ее голове. У нее болела рука, тело устало, а воля дрогнула. Я сделал что-то правильно? Достаточно ли я усердно работал? Или я должен найти другой путь, который будет отклоняться от цели, которую мы с братом поставили? Но на этот раз я внезапно взял ее за руку и сказал ей, твой путь не ошибочен. Если ты не можешь догнать своего брата даже со всеми теми усилиями, которые приложила, тогда ты должна использовать свой другой талант, чтобы те на мгновение остановился, когда они начали парить, двигаясь, как ее брат, но в воздухе. Летать? Да. Если она не могла догнать ходьбу, ей просто нужно было лететь, чтобы догнать или превзойти своего брата. Ее глаза просветлели. Тело ее брата всегда закрывало ей обзор с пути, по которому они шли. Но теперь, когда она была в воздухе, она могла видеть во тьме длинную белую линию, уходящую в бесконечную тьму. Голость основа прозвучал, повторяя то, что он сказал ранее. Я помогу тебе, но это будет твой выбор. Удовлетворишься ли ты чем-то подобным или продолжишь идти по этому нелегкому пути? Я буду. Я буду продолжать идти по этому пути, как бы далеко мне не пришлось лететь. Даже если путь никогда не закончится, я продолжу двигаться вперед. Сердце рея билось, когда рис хватило руку тебя обеими руками, она сказала от всего сердца, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Теа улыбнулся, закрыв глаза несколько минут спустя. Теа подошел к ней, неся бутылку с водой. Ты успокоился? Ря не осмеливалась смотреть на него, так как была слишком смущена своим предыдущим срывом. Она никогда не понимала этого раньше, но все это время она несла слишком много времени. Возможно, это был первый раз в ее жизни, когда она показала свою слабость кому-то другому. Даже когда ее ладони были полны волдыри или ее тело вот-вот рухнет, она всегда улыбалась и уверяла других, что с ней все в порядке. Теа может и не нести ее бремя, но он показал ей, как нести его легче. Это действие сняло это бремя до такой степени, что у нее была свобода действий, чтобы плакать. Фу. Даже моя семья никогда не видела меня плачущей. Ри была слишком смущена, рассказывая о том, что произошло ранее. И подумать только, что это видел Теа, а не кто-то из моей семьи. Она робко приняла воду от Теа, взглянув на его лицо. Фу. Теперь я понимаю, почему люди следят за ним. Будь то Феликс, Джефф или другие, они следуют за Теа из-за этого. Неудивительно, что Теа завоевал сердце самой красивой женщины в мире, Агаты Моты. И я могу понять, почему Али Айлрик, Нелла или даже Майя испытывают к нему какие-то чувства. Майя сменила это чувство на соперничество, в то время как Нелла приняла свой статус младшей сестры, потому что Теа не собирался иметь больше одной женщины. Я не знаю, благословение это или нет, но он точно разбил сердца многих людей. Ри вздохнула. Если бы у нее не было таких мыслей, она бы тоже влюбилась в Теа. К счастью, она вспомнила сцену, когда Теа купил пару колец для своей помолвки. Это остановило ее от каких-либо странных мыслей о нем. Агате, безусловно, повезло. И это помолвка. Я надеюсь на лучшее для них. Ри слегка улыбнулась. Увидев состояние Ри, Теа ушел, сказав. Вы можете отдохнуть еще 30 минут. А пока я собираюсь выйти. Ри подняла голову и увидела, что Теа выходит из хижины. Она неловко почесала затылок и посмотрела на свое состояние. Хотя травма по-прежнему была болезненной, она не могла драться. Следовательно, она немного потянула свой меч, прежде чем переодеться. Примерно через 10 минут Ри вышла из хижины и обнаружила, что Теа прислонился к стене, ожидая ее. Как ваше состояние? Спросил Теа. Из-за моей травмы я думаю, что могу проявить только около 70% своей силы. Но я должен быть в состоянии полностью восстановить свою силу за 2 дня. Я понимаю. Теа кивнул и отказался от иллюзии, когда дом растворился в воздухе. Кстати, есть вопрос, который беспокоит меня с тех пор, как ты показал свою способность к иллюзии, сражаясь с уэкером. Твоя иллюзия может передавать звук, верно? Да. Теа кивнул. Если это так, почему бы тебе не использовать эту иллюзию, чтобы манипулировать моими собственными чувствами, чтобы заставить меня думать, что ты разговариваешь со мной? Моя голова? С этой силой, ты не думаешь, что сможешь создать копию силы телепатии? Теа разочарованно покачал головой. Ну, я, конечно, сделал это. Но это просто в большинстве случаев это не очень эффективно. Почему так? Разве это не позволит вам скрыть свою команду? Да, но. Теа остановился на мгновение и сказал на другом языке. Ты меня понимаешь? Ри яростно кивнула. Когда Скайлинк перевел этот иностранный язык, затем Теа снова открыл рот, используя свою иллюзию. Скетчев Гисукуку, Ри в замешательстве наклонила голову, потому что Скайлинк не улавливал язык, из-за чего она не понимала язык. Видеть? Теа улыбнулся. Несмотря на то, что я открываю рот, вы можете слышать только то, что я говорю на телеге. Телег? Ах, национальный язык Терсланда. Да. Если я говорю нормально, вы можете легко понять мои слова, потому что они были переведены Скайлинк. Однако, если я передам этот голос в ваш мозг, вы не поймете, что я говорю. Конечно, я сейчас могу говорить на трех языках. Телегском, итальянском и английском. Хотя с другими я могу говорить по-английски, но не все его понимают. Вам не кажется, что мне легче говорить на телеге с Айшей, Абакбаре, Колине, Рео и других? Спросил Теа. Правильно. Если вы передаете свой голос прямо в наш мозг, нам сначала нужно говорить на одном языке, чтобы мы могли понимать друг друга. Если вы хотите использовать эту силу, вам нужно нанять экспертов мифического ранга из одной страны. Но это невозможно, и они тоже не будут уникальными. Если подумать, разве наша группа не какая-то странная? Странный? Теа сузил глаза, не понимая ее смысла. Я имею в виду, просто взгляните на нашу группу. У нас есть Феликс, убийца, который сильнее днем. Если вы убийца, не будет ли лучше, если вы убьете кого-нибудь, используя тьму в качестве прикрытия? Затем у нас есть Джефф, художник, который может рисовать только растения в качестве источника энергии. А как насчет Ре? Рыцарь, который не может никому причинить вреда. А как насчет Уакера? Убить врага, но сила Уакера в том, чтобы связать его врага и, как последний человек, который присоединился к нам. Она лучница, но у нее нет лука и стрел. У нас также есть исследователи Саак или деловая женщина Майя. Я не хочу начинать с Хакера и врача на данном этапе. Реа почесал затылок. Она поняла, что группа Теа была заполнена людьми, которые делали прямо противоположное тому, что должна была делать их работа. А ты Теа ухмыльнулся. Мне тело Ри содрогнулось, когда она тут же ответила. Разве я не единственный нормальный человек в группе? Так как я фехтовальщица. Ха-ха. Так и говорите, мисс Мечник, которая не может поразить своего врага и может полагаться только на животных. Теа усмехнулся, уходя. Реа не могла упрекнуть его, пробормотав про себя. Наверное, я тоже странный особняк Теа. Майя посетила этот особняк только для того, чтобы ее встретил Феликс. Могу я узнать причину вашего визита? Спросил Феликс. Давай, Феликс. Не нужно быть таким холодным. Не забывай, что я теперь один из пятнадцати. Майя вздохнула. Итак, ты принял роль. Феликс прищурился. Конечно, почему бы и нет? Майя пожала плечами. Сможет ли он контролировать меня или нет, это будет зависеть от него. Если это так, я буду вести себя более небрежно. Феликс кивнул. Ага. Так лучше. Так тебе здесь что-то нужно? Если ты его ищешь, он еще не вернулся. Прошел месяц, так что, думаю, еще месяц или два. Понятно. Это не проблема, но я думаю, что должен рассказать тебе об этом первым, так как независимо от того, что говорят другие, ты его самый доверенный подчиненный. Майя открыла свой исколинк, показывая новости. В новостях говорилось о том, что ситуацию в Аргиле контролировали, и это явление растворилось в воздухе. Искажение магической силы исчезло. Кажется, мы сделали свою работу. Феликс улыбнулся, зная, что с этого момента Аргиле может начать поправляться. Действительно. Майя согласно кивнула. Тем не менее, ты потратил много денег, чтобы купить камень. Ты даже купил ему пару колец. Это повредит тебе в финансовом отношении, не так ли? Спросил Феликс. Это правда, что я могу расширить свой бизнес или даже купить другую компанию на такие деньги, но не забывайте, что я трачу около 800 миллиардов зилов только на то, чтобы платить своим людям от экспертов мифического ранга до обычных сотрудников. Это не я заработал эти деньги. Хм. Феликс был сбит с толку, так как только Майя могла купить этот дорогой предмет. Вы знаете, что многие люди разорвали контракты, когда случился кризис. Верно. Деньги, которые я получил, были намного больше, чем те компании или частные лица, которые переманивали моих людей. И все это сделал он. Так что я просто использую эти деньги, чтобы он мог купить что угодно. Проще говоря, у меня не было бы этих денег, если бы не он, так что. Но это потому, что у вас есть сотрудник в первую очередь. Ахаха. Не нужно беспокоиться о деталях. Она пожала плечами. В любом случае, ты должен попросить Исаака вернуться. Оставаться там уже не так уж и полезно. Верно? Верно. Он поручил мне отозвать Исаака из Аргелии, но, поскольку он не вернулся, лучше позволить ему остаться там еще немного. По крайней мере, ему не будет так скучно. Феликс покачал головой. Ты уверен в этом? Майя ухмыльнулась. Феликс замолчал. Майя выглядела так, словно знала, что он несколько раз связывался с Исааком. Ха-ха-ха. Я просто доверюсь твоему решению, когда его здесь не будет. Майя усмехнулась, прежде чем показать фотографию женщины. Хотя мне сообщили, что она прибудет где-то на следующей неделе. Феликс замолчал, потому что узнал этого человека. Похоже, призрачный лучник действительно присоединился к группе. Я понимаю. Я позабочусь о ней. Ладно. Майя взглянула на дом, прежде чем вернуться к своей машине. Скажи ему, чтобы он связался со мной, как только вернется. Хорошо. Конечно. Затем Феликс подождал, пока он больше не сможет видеть ее машину, прежде чем вернуться в особняк. Как только он вошел, Феликс снова позвал Исаака. Как дела? Как и ожидалось. Это бесполезно. Как насчет того, чтобы вернуться? А. Но это исследование интересное. Есть женщина, которая, кажется, получила некоторые знания о его силе. Возможно, вы сможете найти какие-то подсказки для своего исследования. Феликс соблазнил Исаака с помощью Руфи. Я пойду домой как можно скорее. Вы сказали, что ситуация в любом случае полностью исправлена, а значит, этот город снова станет обычным городом. Нет необходимости в дальнейшем расследовании. И. Ха-ха, конечно. Я поделюсь всем, что знаю о его силе. По возвращении покажу вам результат моего исследования. Хорошо. Феликс закрыл глаза и сжал кулаки, как будто не хотел никому проиграть. Тем временем прогресс на другой стороне шел гладко. Тиа и Ри вместе работали над охотой на экспертов мифического ранга. Хотя большую часть работы проделал Тиа, Ри также продемонстрировала значительное улучшение за месяц. Сначала Ри не могла снова воспроизвести белого тигра, потому что ей удалось вызвать его от отчаяния. Тем не менее, она знала, что делать дальше. Следовательно, после этого она постоянно практиковала эту силу. Конечно, ее знания о мифических зверях были не такими хорошими, поскольку она была слишком сосредоточена на животных. Все мифические звери, о которых она знала, пришли из ее страны, Японии. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы показать Тиа, что у нее есть сила, чтобы не отставать от группы. Тиа также показал ей всю свою силу от своего клона до иллюзии. Она поняла, что если Тиа не будет сдерживаться, то нормальный эксперт мифического ранга не будет его врагом, особенно с этим Альтерига. Тиа попросил ее отдать ей всю добычу, на что она не возражала, поскольку прямо сейчас хотела стать сильнее. Не то, чтобы ей нужны были какие-то навыки или деньги. Итак, она просто отдала все, что у них есть. С другой стороны, Тиа сосредоточился на сборе карты навыков ранга, которая выпадала из монстра мифического ранга. Однако у него было две проблемы при сборе этих карт навыков для повышения его навыков. Первая проблема заключалась в том, что только несколько монстров могли выбросить карты из сотни монстров мифического ранга. А из некоторых выпадала только карта навыка ранга Б, которая уже была для него бесполезна. Даже во время охоты с Эрджини он получил только 10 карт навыков ранга А, несмотря на то, что убил 130 монстров мифического ранга. И с Рией здесь он не сможет достичь своей первоначальной цели, чтобы повысить один из своих навыков до ранга С. Тем не менее, он был вполне доволен результатом, учитывая, что он был ближе к мифическому рангу. Через два с половиной месяца Тиа наконец закончил обучение, и ему нужно было нанять еще одного человека и повысить уровень еще 21 раз в течение следующих шести месяцев, прежде чем он наконец мог отправиться в Италию. Имя. Теодор Гриффит. Статус. Высший. Уровень. 729. Опыт. 1. 250. 222. 12. 600. 11. 500. Благословение. Бог озарства. Навыки. Мигание. А. Клонирование. А. Энергетический взрыв. А. Повышенная способность к концентрации. А. Управление иллюзиями. А. Увеличение мышц. А. Метаморфоза. А. Сверхъестественное змеиное тело. С. Телекинес. А. Подземный мир. Аватар смерти. А. Атрибуты. Сила 850. Выносливость 695. Ловкость 687. Живучесть 685. Магическая сила 1200. Бесплатные очки атрибутов. Но Лим и Мым. Тео потянулся, чувствуя усталость. На этот раз это была действительно тяжелая тренировка. Хотя она была полезной, верно? Ри. После тренировки они, наконец, снова вернулись на землю. Можно сказать, что тренировка была самой безумной тренировкой, о которой можно только подумать. Люди никак не могли поверить, что два эксперта высшего ранга будут охотиться на несколько сотен монстров мифического ранга, чтобы повысить свой уровень. А. Ри, стоявшая позади него, смотрела на него с усталым лицом. Она сказала. Я чувствую, что умирала более 50 раз. Хотя ты же не можешь отрицать, что это была хорошая тренировка, верно? Это правда. Ри согласно кивнула. Но я не думаю, что хочу больше проходить такое обучение. Действительно, Тя ухмыльнулся. Ри не могла ответить на этот вопрос. С одной стороны, ее прогресс улучшался, как на дрожжах. С другой стороны, у нее действительно были плохие воспоминания об этой тренировке. Это было просто слишком резко. Она посмотрела на Тя и подумала. Мир видит в Тя идола, потому что он поднимается по служебной лестнице с самого низа. Хотя я могу признать, что у него есть талант к обучению. Сейчас никто не сможет быть таким же сильным, как он, потому что у них нет мужества. Люди видят Тя, когда он становится успешным, но все люди, которые тренировались вместе с Тя, наверняка знают одну вещь. Тя достигает этого величия благодаря тому, что тренируется без перерыва. Он идеально планирует свое тренировочное время и старается использовать каждую секунду, чтобы не тратить время на тренировки. Хотя я вижу, что он на самом деле беззаботный парень, когда он такой, он действительно сумасшедший, когда тренируется. Я не видел никого, кто работал бы усерднее, чем он. Даже мне, который продолжал бы тренироваться до тех пор, пока не рухнет, с ним не сравнится. В конце концов, он достаточно умен, чтобы планировать все эти тренировки, чтобы позволить ему работать усерднее, чем кто-либо другой. Если кто-то скажет мне, что Тя может достичь этого уровня только потому, что он из семьи Гриффитов обладает экстраординарным талантом или по какой-то другой причине, я обязательно скажу им, что это не так. Ри вспомнила все тренировки, которые они прошли, и не могла не улыбнуться. От всего сердца она искренне уважала Тя. Хорошо, ты хочешь что-нибудь поесть, или мы должны вернуться прямо сейчас, спросил Тя. Я думаю, мы должны вернуться прямо сейчас. Мы можем просто поесть позже, сказал Ри, думая о своем отце. Она явно хотела рассказать отцу об этом опыте. Конечно, Тя улыбнулся, когда они побежали к своему особняку. Кстати, сколько уровней вам нужно, чтобы повысить ранг? Два. Ри подняла два пальца. Ну, я действительно не хочу, чтобы ты сразу стал экспертом мифического ранга. Я понимаю. Сначала я собираюсь отшлифовать свою новую технику. Только после того, как я получу ваше одобрение, я повыслю свой ранг. Ага. Не волнуйся. У нас еще есть шесть месяцев, так что времени достаточно. Ри кивнула. Путешествие не заняло много времени, так как они оба уже были близки к эксперту мифического ранга. Как только они добрались до особняка, на удивление, они не обнаружили в саду ни одного человека. Обычно Феликс приветствовал бы их, иначе они нашли бы кого-нибудь, тренирующегося в саду. Так что было довольно неожиданно увидеть особняк пустым. Тя немедленно активировал свое осознание и обнаружил, что все люди собрались внутри дома. Следовательно, Тя и Ри вошли в дом до того, как перед ним внезапно появился Феликс. Выражение лица Феликса содержало тревогу и отчаяние, когда он посмотрел на Тя и сказал, у нас плохие новости. Что это такое? Тя почувствовал, что что-то не так, поэтому немедленно использовал свое осознание, чтобы увидеть, где они собрались. Оказалось, что они собирались в одной комнате для гостей, что делало обстановку еще более жуткой. Эм, вообще-то, Рут сейчас без сознания после того, как на нее наложили проклятие. Она навещала нас, прежде чем проклятие внезапно поразило ее, и теперь мы не знаем, что происходит. Так что, Феликс посмотрел на него. Ему удалось исцелить Милли, значит, он сможет сделать то же самое и с Рут. Хорошо, тогда пошли. Тя кивнул. Я посмотрю на нее. Они сразу же бросились в комнату для гостей, обнаружив всех внутри. Эрджин охранял комнату, следя за тем, чтобы их снова не ударило проклятие. Милли искала проклятие в Скайните, но безрезультатно. Исаак осматривал ее тело, чтобы посмотреть, сможет ли он что-нибудь сделать. Большой брат. Милли сразу подошла к Тя, как только он вошел в комнату. Как человек, который был проклят раньше, она, очевидно, хотела быстро снять проклятие. И так она умоляла его. Большой брат. Это плохо. Она получила проклятие. И ее пульс стал слабее. Если ситуация продолжится, это будет опасно. Тя похлопал ее по плечу, чтобы успокоить. Ей было уже около 18 лет, но она вела себя как ребенок. Хотя, возможно, это влияние ее травмы с проклятием. Не волнуйся. Дай мне взглянуть на нее. Тя улыбнулся. Им-им-им. Милли робко кивнула, продолжая посматривать украдкой, чтобы проверить состояние Рут. Затем Тя подошел к Рут, а Исаак подошел к нему со всем, что у него было. Я ничего не знаю. Исаак вздохнул. В это время ее ударил зеленый свет с неба, и ее тело на мгновение окутало светом. После этого ее тело постепенно становилось все слабее. Вот так. Я ничего не мог найти, так как она была без сознания. Хотели отвезти ее в больницу, но там проклятиями не лечили, так что... Им-им-им. Тя поднял брови и снова спросил. Что ты сказал? Ее тело было окутано зеленым светом? Да. На мгновение это было рано. Исаак кивнул и слегка приподнял ее рубашку, обнажив шрам в форме полумесяца. Когда остальные стиснули зубы, сожалея, что не смогли отреагировать на это проклятие, Тя обомлел и сказал запрещенное в подобных ситуациях слово. О, поздравляю, поздравляю. Это слово ошеломило всех. Они ужасно беспокоились за нее, но Тя сказал. Поздравляю. Они просто не могли в это поверить. Не может быть, чтобы Тя был таким жестоким, чтобы злить таких людей. Большой. Милли в ужасе посмотрела на него, вспомнив сцену, где Тя снял с нее проклятие. Ей не хотелось верить, что воспоминания были фальшивыми. Даже Феликс нахмурил брови. Тя почувствовал напряжение в воздухе и усмехнулся. Ахаха. Ты все неправильно понимаешь. Это не проклятие, а благословение для нее. Благословение? Такого рода благословение? Исаак в замешательстве склонил голову. Благословение в его уме было от фигуры прошлого. Однако у них не было причин благословлять ее прямо сейчас, поскольку она стала слишком сильной, чтобы даже нуждаться в их силе. Заинтересовавшись, Ри взглянула на символ и отпустила челюсть. Это ты что-то знаешь? Спросил Исаак. Эм. Ри ничего не могла сказать, так как вспомнила метку, которую показал ей отец. Она потрясенно посмотрела на Тя. Это то, что это? Кажется, ты узнал его. Тя взглянул на Ри и спросил. Святой меча? Да. Отец показал мне кое-что. Она кивнула. Я понимаю. Тя кивнул. Ну, так и оставь ее. Рано или поздно она проснется. Вы не шутите? Исаак нахмурился. Что это за благословение? Это действительно благословение, а не проклятие? Я ничего не понимаю. Да. Это благословение для нее. Когда она проснется, скажи ей, чтобы она увидела меня. Тя кивнул и обернулся. Он пробормотал про себя. Это поистине неожиданное благословение для меня. Я думал, что ей достаточно двух лет с такими навыками и знаниями, но подумать только, что она добилась этого так быстро. Убедившись в ее состоянии, он пошел, говоря. Исаак, на этот раз у тебя есть еще один объект исследования. Еще один объект исследования? Исаак на секунду смутился, прежде чем понял значение этих слов. Он втянул холодный воздух. Она не может быть. К сожалению, Тя вышел из комнаты, не желая тратить время на эту ситуацию. Поскольку Тя пояснил, что это благословение, а не проклятие, Феликс решил последовать за ним. Феликс, тебе что-нибудь нужно? Майя просит вас позвонить ей, когда вы вернетесь. Хорошо. Я позвоню ей после этого. Тя кивнул. В таком случае есть еще один вопрос. Феликс посмотрел на Тя с серьезным лицом. Увидев выражение лица Феликса, Тя посерьезнел и посмотрел ему в глаза. Хорошо. Можно ли мне взять отпуск на несколько месяцев? Один. Тя нахмурился. Один. Без колебаний подтвердил Феликс. Тя на мгновение закрыл глаза и спросил. Как долго? Я не уверен. Но я обещаю вернуться раньше обещанного времени. Тя секунду колебался, но все же кивнул головой. Я понимаю. Делай, что хочешь. Спасибо. Феликс кланялся, пока Тя не вернулся в свою комнату. Он никогда не думал, что ситуация обернется таким образом. Возможно, это было связано с тем, что у Феликса были некоторые подозрения относительно статуса Рут, но, похоже, Феликс хотел тренироваться еще дальше. Он не хотел проигрывать Рут. Я действительно благословлен отличной группой. Тя улыбнулся, подумав, ну, Крис больше не будет большой проблемой. У Акер странный, но он из тех людей, которые будут верны мне. Это оставляет Акбара. Если кто-то приблизится к Акбару с тем же обещанием, что и я, или даже лучше, он легко бросит меня. Или, в худшем случае, он может предать меня за это. Должен ли я пойти к нему, чтобы решить эту проблему? Но я не видел силы Акбара. Даже с этой информацией я не думаю, что он сможет достичь этого, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Пробормотал Тя, думая о групповой проблеме. Однако у него была еще одна проблема. Правильно. Итак, все 10 экспертов мифического ранга собраны. Остаются эксперты высшего ранга. У меня есть еще одно свободное место. Но какой человек мне нужен? Я не ожидаю, что они будут основаны на бою, поскольку с этого момента бой будет чрезвычайно опасным. Тя глубоко вздохнул, прежде чем достать свой скайлинк, чтобы позвонить Майе. Наконец ты позвонишь мне. Майя поспешно взяла трубку. Ага, что случилось? На самом деле, ты уже можешь найти это в скайните. Просто проверь новости об Агате. И мы мы, Тя сделал паузу на мгновение и открыл новости сбоку, понимая, о чем она говорит. Сын Скворд Гуардиан Айрван Слакинс, 88 и кратко и сильнейший человек в мире, пообещал сделать самое большое предложение своей возлюбленной Агате Моте, через 6 месяцев. Ага. Теперь я это вижу. Тя оставался спокойным. Поскольку Майя не была с ним в Аргелии, она не знала о предупреждении Ниллы. Даже Рия отсутствовал. Вот почему Майя разозлилась, увидев, что к Агате подошел кто-то другой. Она узнала в Агате женщину Тя, поэтому была немного раздражена, увидев, что кто-то хочет похитить ее у него. Однако она никак не ожидала, что Тя будет настолько спокоен, как будто у него нет никаких чувств к Агате. У тебя не было никакой реакции? Майя нахмурилась. Это сцена, которую она подготовила для меня. Тя улыбнулся. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Сцена. Майя посмотрела вниз, обдумывая несколько вещей. Теперь, когда я думаю об этом, Скварт Гуардиан – это законный бизнес, которым владеет Скварт Мерценары. И этот Скварт Мерценары – вассал семьи Гриффит. Ты не можешь быть. Тя ухмыльнулся, когда его глаза начали излучать намерение убить. Пришло время мне сразиться с семьей Гриффит. Майя холодно вздохнула, поняв, что Тя все спланировал. Однако она чувствовала, что что-то не так с этим предложением. Подождите. Должно быть, это ловушка, которую они устроили. Если вы пойдете туда, вы попадете в засаду. Тя ухмыльнулся и сказал. Тогда посмотрим, кто станет победителем. Вы серьезно? Майя мрачно посмотрела на Тя, прежде чем закрыть глаза, как будто приняла решение. Хорошо. Если это так, я собираюсь начать подготовку. Тем временем, в комнате Ри. Ри смотрела на экран своего Скайлинга, ожидая соединения. Вскоре на экране появилось лицо Святого Меча, смотрящего на свою дочь. К своему удивлению, Святой Меча почувствовал перемену в лицерее, когда нежное выражение сменилось на его суровое лицо. Ты много работал. Обычно она вежливо кланялась ему. Но на этот раз Ри с улыбкой кивнула. Спасибо, достопочтенный отец. Ты действительно стал сильным. Святой Меча улыбнулся, гордясь этим ростом. Он никогда не думал, что согласие на адское обучение Тя было правильным выбором. Ри закрыла глаза, вспоминая сцену, когда отец внезапно продал ее Тя. Она думала, что отец больше не нуждается в ней. Но на этот раз она была просто благодарна за возможность. Почтенный отец. Она опустила голову на 90 градусов. Большое спасибо, что отправили меня сюда. Полагаю, я не могу снова позвать тебя домой. Похоже, какой-то ублюдок похитил у меня мою дочь. Святой Меча вздохнул, но все же он чувствовал гордость за то, что у него возникло желание немедленно рассказать об этом своей жене и сыну. Он просто скрыл волнение до поры до времени. Правильно, отец. Я думаю, что рано или поздно я смогу выучить порядок. Ри внезапно сбросила бомбу. Что? У Святого Меча отвисла челюсть, когда он внезапно повысил голос. Что ты сказал? От кого ты это услышал? От этого сопляка? Как он посмел тебе такое сказать? Я его зарежу. Нет-нет-нет. Ри яростно замотала головой, отрицая это. Я слышал это от призрачного лучника, который теперь становится частью нас. Правда? Почему она вообще об этом упомянула? Я думаю, что она просто ничего не знает об этой информации. Поэтому она прямо попросила, чтобы Тио научил ее этому. Серьезно? Он знает, что легко обучать других осуждается. Гнев Святого Меча возрос, поскольку он никогда не ожидал, что рот Тио будет таким открытым. Я не уверен, так как он выгнал меня до объяснений. Однако он сказал мне два требования, которые я могу выполнить, если захочу узнать эту информацию. Ри подняла два пальца. Требования? Да. Он хотел, чтобы я был экспертом мифического ранга и обладал силой, которая может определить меня. Ри улыбнулась. Я думаю, что у него есть сходство, когда дело доходит до преподавания с вами. Вы всегда спрашиваете нас, что для нас значит меч. Вы как будто спрашиваете, кто мы. Святой меч ущипнул себя за переносицу. После этого объяснения он понял, что Тио действительно знал о неписанном правиле. Причина, по которой Тио поставил эти два условия, заключалась в том, что он хотел, чтобы она первой была квалифицирована для получения ордена. К тому времени, как она задаст этот вопрос, она уже должна была получить орден. Так что никаких объяснений не требовалось. На самом деле, он также планировал сделать это для обоих своих детей. Я понимаю. Святой меч вздохнул. Кажется, я не могу на него злиться. Это так? Ри улыбнулась, как будто обрадовалась этому. Глядя на улыбку, святой меч в шутку сказал. Кажется, я больше не смогу встречаться со своей дочерью. Ах. Ри взволнованно замахала руками, отрицая это утверждение. Рано или поздно я приеду домой. Я просто хочу остаться в этой группе подольше. Что касается того, буду ли я продолжать работать здесь или нет. Эм, я не знаю. Я не знаю. Это было сильное заявление. Если бы у Ри все еще было мышление прошлого, она без колебаний вернулась бы назад, когда стала достаточно сильной. Но тот факт, что она не знала, означал, что есть шанс, что она будет верна этой группе до конца своей жизни. Святой меча не знал, смеяться ему или плакать, как угодно. Кстати, знаешь, твой брат стал экспертом мифического ранга. Да, я на два уровня дальше, но я пока сдерживаю себя от того, чтобы стать экспертом мифического ранга. Я хочу сначала привыкнуть к своей силе. Отец, когда я приду домой в будущем, ты должен попробовать моя божественная техника. Святой меча был потрясен, прежде чем гордо улыбнуться. Я с нетерпением жду этого. О, точно. Я должен сообщить еще кое-что. Это произошло только сегодня, так что я не уверен, должен ли я говорить вам или нет, что происходит. Святой меча вопросительно склонил голову. Мы говорим о его женщине? Нет, нет. Это о призрачном лучнике. Призрачный лучник. Если подумать, она одна из лучших убийц в мире. Да. Люди думали, что она проклята, но Теа сказал, что это благословение. Сначала она была поражена зеленым светом, прежде чем он окутал ее тело. И это оставило след на ее теле. Услышав это объяснение, Теа считал это благословением, а не проклятием. Святой меча холодно вздохнул и снова попросил подтвердить это. Ты уверен в этом? Ты сказал это слово в слово, а не свою собственную интерпретацию? Да. Она кивнула. Почему ему так повезло? Мало того, что его тело благословлено этим талантом к обучению, но и его группа достаточно удачлива, чтобы найти другого человека, который использует эту силу. Святой меч вздохнул. Я бы хотел, чтобы кто-то из нашей группы тоже мог это сделать. Я думаю, это действительно благословение. Рис жала кулаки и сказала. Не волнуйтесь, отец. Я собираюсь оставаться здесь и усердно работать. В будущем я тоже смогу владеть этой силой. Семья Нагасава остается лучшей семьей в Японии. Да, я рассчитываю на тебя. Похоже, что мои инвестиции в него с этого момента резко возрастут. Элитная группа. Да. Святой меча ухмыльнулся, чувствуя себя взволнованным, увидев будущее этой группы. Есть одна вещь, которую мне нужно, чтобы ты передал ему. Что это такое? Спросил Ри. Скажи ему, что я ему должен. Отец. Рия была тронута, потому что причина должна быть в ее росте. Это означало, что ее отец все еще заботился о ней. Увидимся. Мой перерыв скоро закончится. Святой меча улыбнулся, махнув рукой. Да, достопочтенный отец. Ри вежливо кланялась, пока экран не исчез. Кажется, ты проснулся. Поздравляю. Тя улыбнулся, глядя на Руд перед собой. Проснувшись, остальные тоже почувствовали облегчение и наконец поняли, что случилось с Руд. Спасибо вам. Но что мне делать после этого? Вы сказали мне только о требованиях. Спросила Руф, кладя руку на метку. Если честно, сначала нужно понять, какой у тебя сейчас орден. Э. Руд в замешательстве склонила голову. Разве ты не можешь просто посмотреть, что это такое? Нет. Тя покачал головой. Метка есть, но мы не знаем, что у тебя за орден. Например, вчера я видел твою метку. Это была татуировка в виде полумесяца. Как ты думаешь, что это? Лук. Руд ответила без колебаний. Я желал этого ордена. Даже если ты этого пожелаешь, есть шанс, что это будет не тот орден. Конечно, я буду рад, если ты получишь то, что хочешь, но я не могу сразу сделать вывод, что твой орден. Лук. Тя вздохнул. Почему это так? Насколько я понимаю, порядок сам по себе является разновидностью нашего словаря. Просто поместите в него одно слово и добавьте после него порядок. Прямо сейчас вы думаете, что этот знак лук, но как насчет луны? Полумесяц. Да, это правда. Руд постепенно заколебалась. И даже если это лук, есть шанс, что это может быть бекас или любое другое слово, связанное с ним. Хотя они похожи или связаны, каждая из них имеет разное значение. Вот почему сила будет разной. Следовательно, вам нужно делать пробы и ошибки, чтобы подтвердить свою силу. Кроме того, есть причина, по которой я хочу, чтобы вы тоже это узнали. Пройдет шесть месяцев, прежде чем ваша магическая сила превратится в другой цвет. Тя начал рассказывать про орден. Он впервые упомянул мост человека и мировую аналогию. Из этого объяснения она могла понять необходимость подтверждения своего приказа. Если она не подтвердит орден, это будет то же самое, что и ее отказ признать мост, несмотря на то, что он был построен. После этого он продолжил еще несколько основных тем. Конечно, он еще не собирался рассказывать ей все, потому что еще не мог полностью ей доверять. Урок длился не более часа, но Руфи осталась довольна уроком. Даже если бы у нее было больше уроков, она ничего не могла бы с ними сделать, потому что это еще не тот этап. В конце концов, Руд покинула особняк и вернулась в то место, которое ей одолжил Крис. Вскоре после этого к нему подошел Феликс, чтобы попрощаться с ним, так как он планировал уйти на тренировку. Хотя было грустно осознавать, что Феликса больше нет, он не остановил Феликса. На самом деле он был доволен инициативой Феликса. Когда он был в комнате, он смотрел на карту. Карта не была случайной, так как сверху карты было огромное слово. Генуя. Генуя была столичным городом в Италии и местом, где корпорация ПАТА сделала свое имя. Да, Те начал планировать дело с семьей Гриффит. Он полагал, что это место будет иметь три больших влияния. Они были его собственным влиянием, наемником сковорты с семьей Гриффит. Это будет тяжело, потому что я больше не могу просить помощи у императора Ветра. Он так сильно помог мне во время битвы с Жнецом Смерти, поэтому я не хочу больше его обременять. В то же время у наемника неба и семьи Гриффитов в общей сложности 50 экспертов мифического ранга, в которых двое из них были королями, а другой – святым. Для меня было невозможно сражаться против святого. Должен ли я просить помощи у дедушки и папы? Кроме дедушки, я не думаю, что папа согласится на это, поскольку он просто пытается сохранить нейтралитет, захвачен иностранной державой. И поскольку я планирую сделать там свою базу, они с радостью помогут мне угодить мне. Следовательно, я могу хотя бы попросить военных остановить 10 экспертов мифического ранга из семьи Гриффитов. Осталось еще 20. Ну, есть семья Бога Войны, но я не могу доставить слишком много проблем семье Бога Войны. В конце концов, они мне ничего не должны. Тем не менее, я могу быть уверен, что дедушка будет готов помочь. Другими словами, дедушка будет единственным, кто поможет. Тем не менее, его будет недостаточно, чтобы остановить этих 20 экспертов мифического ранга сразу, поскольку их цель обойти его и напасть на меня. Следовательно, нам нужно больше людей, чтобы справиться с ними. И хуже всего то, что монстр Гриффита совершенно бесплатно. Даже дедушка не сможет бороться против 8го сильнейшего человека в мире. Мой другой дедушка. Итак, думаю, я попрошу об одолжении у святого меча остановить его. Я не знаю о переговорах, но он мне понадобится в этом заговоре. Прямо сейчас я не могу справиться с фигурой авторитетного уровня. Что касается семьи Эйлрик, у них не будет достаточно времени, чтобы сделать ход, потому что они не знают о моей нынешней личности. Даже если они узнают и двинутся, им будет слишком поздно. Вот почему эти 20 экспертов мифического ранга нужно как-то остановить, так как дедушка может остановить старейшину разума. Что ж, я пока покину эту область и сосредоточусь на наемнике неба, который, скорее всего, появится в полной силе во время боя. Тео неосознанно щелкнул палкой, который передвигал фигуры. Одна только мысль о наемнике неба приводила его в ярость. Я справлюсь с лидером наемников неба и я должен забрать аву. Я могу справиться с лидером наемников небес самостоятельно, позволив остальным сосредоточиться на остальных. Что ж, ава, Феликс и Рут справиться, несколько из них легко. У меня есть некоторая свобода действий в этой битве. Тогда лучше отправить кого-нибудь на помощь на поле боя, пробормотал Тео, перемещая одну из своих фигур на поле битвы между дедом и семьей Гриффит. Позаботившись обо всех делах, у Тео наконец появилось время, чтобы продолжить обучение. Было действительно трудно управлять влиянием, особенно если у них был большой враг. Тео понадобилось три дня, чтобы урегулировать все для своего плана. Но когда он собирался тренироваться, у Тео возникла другая мысль. Теперь, когда я об этом думаю, я планирую найти последнего человека для своей группы. Просто я не знаю, какого человека я приведу на этот раз. В конце концов, наши отношения большую часть времени это немного особенный. Исаак, своего рода друг. Майя, соперница. Милли, сын Феликса. И последняя, но не менее важная, Айша. Она из...